Александр Пушкин, Евгений Онегин, роман в стихах Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках. Следствие чувства превосходства, быть может, мнимого, из частного письма. Не мысля гордый свет забавить, Внимание дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, Достойнее души прекрасной, Святой исполненной мечты. Поэзии живой и ясной, Высоких дум и простоты. Но так и быть, рукой пристрастной прими Собрания пестрых глав, Полусмешных, полупечальных, Простонародных, идеальных, Небрежный плод моих забав, Бессонниц, легких вдохновений, Незрелых и увядших лет, Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Глава первая И жить торопится, и чувствовать спешит Князь Вяземский Мой дядя самых честных правил, Когда ни в шутку за не мог, Он уважать себя заставил, И лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, Но, Боже мой, какая скука! С больным сидеть и день, и ночь, Не отходя ни шагу, прочь! Какое низкое коварство Полуживого забавлять, Ему подушки поправлять, Печально подносить лекарства, Вздыхать и думать про себя, Когда же черт возьмет тебя! Так думал молодой повеса, Летяв в пыли на почтовых, Всевышней волею Зевеса Наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, С героем моего романа, Без предисловий, Сей же час позвольте Познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, Родился на берегах Невы, Где, может быть, родились вы, Или блистали, мой читатель, Там некогда гулял я, Но вреден север для меня. Служив отлично благородно, Долгами жил его отец, Давал три балла ежегодно И промотался, наконец. Судьба Евгения хранила, Сперва мадам за ним ходил, А потом месье ее сменил, Ребенок был резов, но мил, Месье лабе, француз убогой, Чтоб не измучилось дитя, Учил его всему шутя, Не докучал моралью строгой, Слегка за шалости бронил И в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной Пришла Евгению пора, Пора надежды, грусти нежной, Мсье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе, Острижен по последней моде, Как дэнди лондонской одет, И, наконец, увидел свет. Он по-французски Совершенно мог изъясняться и писал, Легко мазурку танцевал И кланялся непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен И очень мил. Мы все учились понемногу чему-нибудь И как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, У нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих, Судей решительных и строгих, Ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант Без принуждения в разговоре Коснуться до всего слегка, С ученым видом знатока Хранить молчание в важном споре И возбуждать улыбку дам Огнем нежданных эпиграмм. Латынь из моды вышла ныне. Так, если правду вам сказать, Он знал довольно по латыни, Чтоб эпиграфы разбирать, Потолковать об Ювенале, В конце письма поставить Вале, Допомнил хоть не без греха Из Анеиды два стиха. Он рыться не имел охоты Фронологической пыли И бытописания земли, Но дней минувших анекдоты От Ромула до наших дней Хранил он в памяти своей. Высокой страсти не имея Для звуков жизни не щадить, Не мог он ямба от хорея, Как мы не бились отличить. Бронил Гомера, Феокрита, Зато читал Адама Смита И был глубокий эконом, То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, И почему не нужно золото ему, Когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог, И земли отдавал залог. Всего, что знал еще Евгений, Пересказать мне не досуг. Но в чем он истинный был гений, Что знал он тверже всех наук, Что было для него из млада И труд, и мука, и отрада, Что занимала целый день Его тоскующую лень, Была наука страсти нежной, Которую воспел назон, За что страдальцем кончил он Свой век блестящий и мятежный В Молдавии, в глуши степей, Вдали Италии своей. Как рано мог он лицемерить, Таить надежду, ревновать, Разуверять, заставить верить, Казаться мрачным, изнывать, Являться гордым и послушным, Внимательным или равнодушным, Как томно был он молчалив, Как пламенно красноречив, В сердечных письмах, как небрежен, Одним дыша, одно любя, Как он умел забыть себя, Как взор его был быстр и нежен, Стыдлив и дерзок, А порой блистал послушною слезой. Как он умел казаться новым, Шутя невинность изумлять, Пугать отчаянием готовым, Приятной лестью забавлять, Ловить минуту умиления, Невинных лет предубеждения Умом и страстью побеждать, Невольной ласки ожидать, Молить и требовать признания, Подслушать сердце первый звук, Преследовать любовь и вдруг Добиться тайного свидания И после ей наедине Давать уроки в тишине. Как рано мог уж он тревожить Сердца кокеток записных, Когда ж хотелось уничтожить Ему соперников своих, Как он язвительно злословил, Какие сети им готовил, Но вы, блаженные мужья, с ним Оставались вы друзья. Его ласкал супруг лукавый, Фабласа давний ученик, И недоверчивый старик, И рогоносец величавый, Всегда довольный сам собой, Своим обедом и женой. Бывало, он еще в постели, К нему записочки несут, Что приглашение в самом деле, Три дома на вечер зовут. Там будет бал, там детский праздник, Куда ж поскачет мой проказник, С кого начнет он? Все равно, везде поспеть не мудрено. Пока мест в утреннем уборе, Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар, И там гуляет на просторе, Пока не дремлющий бригет Не прозвонит ему обед. Уж темно, в санке он садится, Поди, поди, раздался крик, Морозной пылью серебрится Его бобровый воротник. К тален помчался он уверен, Что там уж ждет его каверин. Вошел и пробка в потолок, Вина кометы брызнул ток, Пред ним разбив окровавленный И трюфли роскошь юных лет, Французской кухни лучший цвет, И Страсбурга пирог нетленный, Меж сыром лимбургским живым И ананасом золотым. Еще бокалов жажда просит Залить горячий жир котлет, Но звон бригета им доносит, Что новый начался балет. Театр, злой законодатель, Непостоянный обожатель Очаровательных актрис, Почетный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, Где каждый вольностью дыша, Готов охлопать антроша, Обшикать Федру, Тлеопатру, Маину вызвать для того, Чтоб только слышали его. Волшебный край! Там в старые годы Сатир и смелый властелин Блистал Фанвизин, Друг свободы и переимчивый княжнин, Там озеров невольной дани Народных слез, Рукоплесканий с молодой Семеновой делил, Там наш Катенин Воскресил Корнеля, Гений величавый, Там вывел колкой Шаховской своих комедий Шумный рой, Там и дедло венчался славой, Там, там, под сенью кулис Молодые дни мои неслись. Мои богини! Что вы? Где вы? Внемлите, мой печальный глаз, Все те же львы. Другие льдевы, сменив, Не заменили вас? Услышу ль вновь я ваши хоры? Узрю ли русской терпсихоры Душой исполненный полет? Иль взор унылый не найдет? Знакомых лиц на сцене скучной И, устремив на чуждый свет Разочарованный лорнет, Веселье зритель равнодушный, Безмолвно буду я зевать И облом воспоминать. Театр уж полон, Ложи блещут, Портеры кресла все кипит, В райке нетерпеливо плещут, И, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, Смычку волшебному послушно, Толпой нимф окружена, Стоит Истомина. Она, одной ногой косаясь пола, Другою медленно кружит, И вдруг прыжок, и вдруг летит, Летит, как пух от уст Иола, То стан совьет, то разовьет, И быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает, Онегин входит, Идет меж кресел по ногам, Двойной лорнет скосясь наводит На ложи незнакомых дам, Все ярусы окинул взором, Все видел, лицами, убором, Ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскланился, Потом на сцену в большом рассеянии взглянул, Отворотился и зевнул, И молвил. Всех пора на смену, Балеты долго я терпел, Но и дедло мне надоел. Еще амуры, черти, змеи На сцене скачут и шумят, Еще усталые лакеи На шубах у подъезда спят, Еще не перестали топать, Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать, Еще снаружи и внутри Везде блистают фонари, Еще прозябнув, бьются кони, Наскуча упряжью своей, И кучера вокруг огней Бронят господ И бьют в ладони, А уж Онегин Вышел вон, Домой Одеться едет он. Изображуль в картине верный Уединенный кабинет, Где мод воспитанник примерный Одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильной, Торгует Лондон щепетильный, И по балтическим волнам За лес и сало возит нам Все, что в Париже Вкус голодный, Полезный промысел избрав, Изобретает для забав, Для роскоши, Для неги модной, Все украшало кабинет Философа восьмнадцать лет. Янтарь на трубках Цареграда, Фарфор и бронза на столе, И чувств изнеженных от рада Духи в граненом хрустале, Гребенки, пилочки стальные, Прямые ножницы, кривые, И щетки тридцати родов, И для ногтей, и для зубов. Руссо, замечу мимоходом, Не мог понять, Как важный грим Смел чистить ногти перед ним Красноречивым сумасбродом. Защитник вольности и прав, В всем случае, Совсем не прав. Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком? Обычай деспот межлюдей. Второй Чедаев, Мой Евгений, Боясь ревнивых осуждений, В своей одежде был Педант, И то, что мы назвали Франц. Он три часа, по крайней мере, Пред зеркалами проводил, И из уборной выходил, Подобный ветреный Венери, Когда, надев мужской наряд, Богиня едет в маскарад. В последнем вкусе туалетом, Заняв ваш любопытный взгляд, Я мог бы предученным светом Здесь описать его наряд. Конечно, это было смело, Описывать мое же дело, Но панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов на русском нет, А вижу я, винюс пред вами, Что уж и так мой бедный слог Пестреть гораздо меньше мог И наплеменными словами, Хоть и заглядывал я в старь В академический словарь. У нас теперь не то в предмете, Мы лучше поспешим на бал, Куда стремглав в емской карете Уж мой Онегин поскакал. Перед померкшими домами Вдоль сонной улицы рядами Двойные фонари карет Веселый изливают свет, И радуги на снег наводит. Усеян плошками кругом Блестит великолепный дом, По цельным окнам тени ходят, Мелькают профили голов И дам, и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сеням, Швейцара мимо он стрелой Взлетел по мраморным ступеням, Расправил волоса рукой, Вошел. Полна народу зала, Музыка уж греметь устала, Толпа мазуркой занята, Кругом и шум, и теснота, Бринчат кавалергарда, Шпоры, летают ножки милых дам, По их пленительным следам Летают пламенные взоры, И ревом скрыпок заглушен Ревнивый шепот модных жен. В одни веселья и желания Я был от балов без ума, Вернее, нет места для признаний И для вручения письма, Увы, почтенные супруги, Вам предложу свои услуги, Прошу мою заметить речь, Я вас хочу предостеречь, Вы и так же, маменьки, Построже за дочерми смотрите вслед, Держите прямо свой лорнет, Не то, не то, избави Божие, Я это потому пишу, Что уж давно я не грешу. Увы, на разные забавы Я много жизни погубил, Но если б не страдали нравы, Я балы б до сих пор любил. Люблю я бешенную младость, И тесноту, и блеск, и радость, И дам обдуманный наряд, Люблю их ножки, только вряд Найдете вы в России целой Три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог Две ножки, грустные, Охладелые, я все их помню, И во сне они тревожат сердце мне. Когда ж и где, в какой пустыне Безумец их забудешь ты? Ах, ножки, ножки! Где вы ныне, где мнете Вешние цветы, взлелеены В восточной неги, На северном печальном снеге Вы не оставили следов. Любили мягких вы ковров, Роскошное прикосновенье. Давно ли для вас я забывал И жажду славы, и похвал, И край отцов, и заточенье? Исчезло счастье юных лет, Как на лугах ваш легкий след. Дианы грудь, ланиты, флоры, Прелестны, милые друзья. Однако ножка терпсихоры Прелестней чем-то для меня. Она, пророчествуя взгляду Неоценимую награду, Влечет условною красой Желаний своевольный рой. Люблю ее, мой друг Эльвина, Под длинной скатертью столов, Весной на муравьи лугов, Зимой на чугуне камина, На зеркальном паркете зал, У моря на граните скал. Я помню море пред грозой, Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чередою, С любовью лечь к ее ногам. Как я желал тогда с волнами Коснуться милых ног устами. Нет, никогда средь пылких дней Кипящей младости моей Я не желал с таким мучением Лобзать уста младых армид Или розой пламенных ланит, Или перси, полный томленьем. Нет, никогда порыв страстей Так не терзал души моей. Мне памятно другое время. В заветных иногда мечтах Держу я счастливое стремя И ножку чувствую в руках. Опять кипит воображение, Опять ее прикосновение Зажгло в увядшем сердце кровь, Опять тоска, опять любовь. Но полно прославлять Надменных болтливой лирою своей. Они не стоят ни страстей, Ни песен ими вдохновенных. Слова и взор волшебниц сих Обманчивы, как ножки их. Что ж мой Онегин, полусонный, В постель узбала едет он, А Петербург неугомонный, Уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, На биржу тянется извозчик, С кувшином Охтенко спешит, Под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро, шум приятный, Открыты ставни, трубный дым, Столбом восходит голубым. И хлебник, немец аккуратный, В бумажном колпаке Не раз уж отворял свой васиздас. Но шумом бала утомленный И утро в полночь, обратя, Спокойно спит в тени блаженной Забав и роскоши дитя. Проснется заполдень, И снова до утра жизнь его Готова однообразно и пестра, И завтра то же, что вчера. Но был ли счастлив мой Евгений? Свободный, в цвете лучших лет, Среди блистательных побед, Среди вседневных наслаждений, Вообще ли был он средь перов Неосторожен и здоров. Нет, рано чувствованием остыли, Ему наскучил светошум, Красавицы недолго были Предмет его привычных дум, Измены утомить успели, Друзья и дружба надоели, Затем, что не всегда же мог Бештекс и Страсбургский пирог Шампанской обливать бутылкой И сыпать острые слова, Когда болела голова. И хоть он был повеса пылкой, Но разлюбил он, наконец, И брань, и саблю, и свинец. Недуг, которого причину Давно бы отыскать пора, Подобный английскому сплину, Короче, русская хандра, Им овладела понемногу. Он застрелиться, слава богу, Попробовать не захотел, Но к жизни вовсе охладел, Как чальд-гороль тугрюмый, Томный, в гостиных появлялся он. Ни сплетни света, ни бастон, Ни милый взгляд, ни вздох, ни скромный, Ничто не трогало его, Не замечал он ничего. Причудницы большого света Всех прежде вас оставил он. И правда то, что в наше лето Довольно скучен высший тон. Хоть, может быть, иная дама Толкует сея и бентама, Но вообще их разговор Несносный, хоть невинный вздор. К тому же они так непорочны, Так величавы, так умны, Так благочестия полны, Так осмотрительны, так точны, Так неприступны для мужчин, Что вид их уж рождает сплин. И вы, красотки молодые, Которых поздню порой Уносят дрожки удалые По петербургской мостовой, И вас покинул мой Евгений. Отступник бурных наслаждений Онегин дома заперса, Зевая за перо взялся, Хотел писать, но труд упорный Ему был тошен, Ничего не вышло из пера его. И не попал он в цех Задорный людей, О коих не сужу, Затем, что к ним принадлежу. И снова, преданный безделью, Томясь душевной пустотой, Уселся он с похвальной целью Себе присвоить ум чужой. Отрядом книг Уставил полку, Читал, читал, А все бестолку, Там скука, там обман Или бред, В том совести, В том смысла нет, На всех различные вериги, И устарела старина, И старым бредит новизна. Как женщин он оставил Книги и полку С пыльной их семьей Задернул Условий света свергнув бремя, Как он, Отстав от суеты, С ним подружился я в то время. Мне нравились его черты Мечтам невольная приданность, Неподражательная странность И резко охлажденный ум, Я был озлоблен, Он угрюм, Страстей игру мы знали оба, Томила жизнь обоих нас, В обоих сердце Жар угас, Обоих ожидала злоба, Слепой фортуны И людей На самом утре наших дней. Кто жил и мыслил, Тот не может в душе Не презирать людей, Кто чувствовал, Того тревожит призрак Невозвратимых дней, Тому уж нет очарований, Того змея воспоминаний, Того раскаяния грызет. Все это часто придает Большую прелесть разговору. Сперва Онегин язык Меня смущал, Но я привык К его извительному спору И к шутке с желчью пополам И злости мрачных эпиграмм. Как часто летнюю порою, Когда прозрачное, Светло, Ночное небо над Невою, И вот веселое стекло Не отражает лик Дианы, Воспомня прежних лет романы, Воспомня прежнюю любовь, Чувствительный, Беспечный вновь, Дыханием ночи благосклонной Безмолвно упивались мы. Как в лес зеленый Из тюрьмы Перенесен колодник сонный, И так уносились мы мечтой К началу жизни молодой. С душою полной сожалений И опершися на гранит, Стоял задумчиво Евгений, Как описал себя Пеит. Все было тихо, Лишь ночные перекликались Часовые, Да дрожек отдаленный стук Смельенный раздавался вдруг, Лишь лодка веслами махая, Плыла по дремлющей реке, И нас пленяли вдалеке Рожок и песни удалая, Но слаще средь ночных забав Напев таркватовых октав. Адриатические волны, О, Брента, нет, Увижу вас, И вдохновение снова полный Услышу ваш волшебный глаз. Он свят для внуков Аполлона, По гордой лире Альбиона Он мне знаком, Он мне родной. На чей Италии золотой Я негой наслажусь на воле, С венецианкой молодой, То говорливой, То немой, Плывя в таинственной гондоле, С ней обретут уста мои Язык Петрарки и любви. Придет ли час моей свободы? Пора, пора, Взываю к ней. Брожу над морем, Жду погоды, Маню ветрило кораблей, Подрезой бурь, С волнами споря По волнаму распутью моря, Когда ж начну я Вольный бег. Пора покинуть Скучный брег Ненеприязненной стихии, И средь полуденных зыбей Под небом Африки моей Вздыхать о сумрачной России, Где я страдал, Где я любил, Где сердце я похоронил. Онегин был готов со мною Увидеть чуждые страны, Но скоро были мы судьбою На долгий срок разведены. Отец его тогда скончался. Перед Онегином собрался Заимодавцев, Жадный полк. У каждого свой ум и толк, Евгений тяж бы, Ненавидя, Довольный жребием своим, Наследство предоставил им, Большой потери в том не видя, Или предузнав издалека Кончину дяди старика. Вдруг получил он в самом деле, От управителя доклад, Что дядя при смерти в постели, И с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное послание Евгений тотчас на свидание, Стремглав по почте, Поскакал и уж заранее зевал, Приготовляясь денег ради, На вздохе, скуку и обман, И тем я начал мой роман. Но прилетев в деревню дяди, Его нашел уж на столе, Как дань, готовую к земле. Нашел он полон двор услуги, К покойнику со всех сторон Съезжались недруги и други, Охотники до похорон, Покойника похоронили, Попы и гости ели, пили, И после, важно, разошлись, Как будто делом занялись. Вот наш Онегин, Сельский житель, Заводов, вод, лесов, Земель, Хозяин полный, А досель порядка враг И расточитель, И очень рад, что прежний путь Переменил на что-нибудь. Два дня ему казались новые, Уединенные поля, Прохлада сумрачной Дубровы, Журчание тихого ручья, На третьей роща, Роща, холм и поле Его не занимали боли, Потом уж наводили сон, Потом увидел ясно он, Что и в деревне Скука та же, Хоть нет ни улиц, Ни дворцов, Ни карт, Ни балов, Ни стихов. Хандра ждала его на страже, И бегала за ним она, Как тень Ильверная жена. Я был рожден Для жизни мирной, Для деревенской тишины. В глуши звучнее Голос лирный, Живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, Брожу над озером пустынным, И фарниенте мой закон. Я каждым утром Пробужден для сладкой неги И свободы. Читаю мало, Долго сплю, Летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы Провел в бездействии, В тени Мои счастливейшие дни. Цветы, Любовь, Деревня, Праздность, Поля, Я предан вам душой. Всегда я рад заметить Разность между Онегиным и мной. Чтобы насмешливый читатель Или какой-нибудь издатель Замысловатой клеветы, Слечая здесь Мои черты, Не повторял потом безбожно, Что наморал я Свой портрет, Как Байрон, Гордость и поэт, Как будто нам уж Невозможно писать поэмы О другом, Как только о себе самом. Замечу, кстати, Все поэты Любви мечтательные Друзья. Бывало, Милые предметы Мне снились, И душа моя Их образ Тайной Сохранила, Их после муза Оживила, Так я Обеспечен Воспевал И деву гор, Мой идеал, И пленец Берегов Салгира. Теперь от вас, Мои друзья, Вопрос нередко Слышу я. О ком Твоя вздыхает Лира? Кому В толпе Ревнивых Дев Ты посвятил Ее напев? Чей взор Волной Вдохновенья Умильной Лаской Наградил Твое задумчивое Пенье? Кого Твой стих Боготворил? И Други Никого Ей Богу. Любви Безумную Тревогу Я безотрадно Испытал. Блажен, Кто с нею Сочетал Горячку Рифм, Он тем Удвоил Поэзии Священный Бред, Петрарке Шествую Во след, А муки Сердца Успокоил, Поймал И славу Между тем, Но я, Любя, Был Глуп И нем. Прошла Любовь, Явилась Муза, И прояснился Темный Ум. Свободен, Вновь Ищу Союза Волшебных Звуков, Чувств И дум. Пишу И сердце Не тоскует, Перо Забывшись Не рисует Близня Конченных Стихов Ни женских Ножек, Ни голов. Погасший Пепел Уж Не вспыхнет, Я все Грущу, Но слез Уж Нет, И скоро, Скоро Буре След В душе Моей Совсем Утихнет. Тогда-то Я начну Писать Поэму Песен В двадцать пять. Я думал Уж О форме Плана И как Героя Назову. Покамест Моего Романа Я кончил Первую Главу. Пересмотрел Все это Строго. Противоречий Очень много, Но их Исправить Не хочу. Цензуре Долг Свой Заплачу И Журналистам На съеденье Плоды Трудов Моих Отдам. Иди Же К Невским Берегам Новорожденное Творение И Заслужи Мне Славы Дань Кривые Толки Шум И Брань. Глава Вторая О, Русь! Деревня, Где скучал Евгений, Была Прелестный Уголок. Там Друг Невинных Наслаждений Благословить Бо Небо Мог. Господский Дом Уединенный Горой От Ветров Огражденный Стоял Над Речкою. Вдали Пред Ним Пестрели Цвели Луга И Нивы Золотые. Мелькали Села, Здесь И Там Стада Бродили По Лугам. И Сень Расширял Густые Огромный Запущенный Сад. Приют Задумчивых Дряд. Почтенный Замок Был построен Как замки Строиться Должны. Отменно Прочен И Спокоен Во вкусе Умной Старины. Везде Высокие Покои, В гостиной Штофные Обои, Царей Портреты На стенах И печи В пестрых Изразцах. Все это Ныне Обветшало, Не знаю Право Почему, Да, Впрочем, Другу моему В том Нужды Было Очень Мало, Затем, Что он Равно Зевал Средь Модных И Старинных Зал. Он в том Покое Поселился, Где деревенский Старожил Лет сорок С ключницей Бронился, В окно Смотрел И мух Давил. Все было Просто Пол дубовый, Два шкафа, Стол, Диван пуховый, Нигде Ни пятнышко Чернил. Онегин Шкафы Отварил, В одном Нашел Тетрадь Расхода, В другом Наливок Целый Строй, Кувшины С яблочной Водой И календарь Осьмого Года. Старик, Имея много Дел, В иные Книги Не глядел. Один Среди Своих Владений, Чтоб Только Время Проводить, Сперва Задумал Наш Евгений Порядок Новый Учредить. В своей Глуши Мудрец Пустынный Ирем Он Барщиной Старинной Оброком Легким Заменил И раб Судьбу Благословил. Зато В углу Своем Надулся, Увидев В этом Страшный Вред Его Расчетливый Сосед, Другой Лукавый Улыбнулся И в голос Все решили Так, Что он Опаснейший Чудак. Сначала Все К нему Езжали, Но так Как с заднего Крыльца Обыкновенно Подавали ему Донского Жеребца, Лишь только Вдоль Большой Дороги Заслышат Их Домашние Дроги. Поступком Оскорбясь Таким, Все дружбы Прекратили С ним. Сосед Наш Неуч, Сумас Бродит, Он Формазон, Он пьет Одно Стаканом Красное Вино, Он Дамам К ручке Не подходит, Все Да и Нет Не скажет Да-с Или Нет-с, Таков Был Пору Помещик Новый Прискакал И Столь Же Строгому Разбору В соседстве Повод Подавал По имени Владимир Ленской С душою Прямо Гиттингенской Красавец В полном Цвете Лет Поклонник Канта И поэт Он Из Германии Туманной Привез Учености Плоды Вольнолюбивые Мечты Дух Пылкой И Довольно Странной Всегда Восторженную Речь И Кудри Черные До Плеч От Хладного Разврата Света Еще Увянуть Не Успев Его Душа Была Согрета Приветом Друга Лаской Дев Он Сердцем Милый Был Невежда Его Лелеяла Надежда И Мира Новый Блеск И Шум Ищеп Леняли Юный Ум Он Забавлял Мечтою Сладкой Сомнение Сердца Своего Цель Жизни Нашей Для Него Была Заманчивой Загадкой Над ней Он Голову Ломал И Чудеса Подозревал Он Верил Что Душа Родная Соединиться С ним Должна Что Безотрадно Изнывая Его Вседневно Ждет Она Он Верил Что Друзья Готовы За честь Его Принять Оковы И Что Не Дрогнет Их Рука Разбить Сосуд Клеветника Что Есть Избранные Судьбами Людей Священные Друзья Что Их Бессмертная Семья Неотразимыми Лучами Когда-нибудь Нас Озарит И Мир Блаженством Одарит Негодование Сожаление Ко Благу Чистая Любовь И Слава И Сладкое Мучение В нем Рано Волновали Кровь Он С Лирой Странствовал На Свете Под Небом Шиллера И Гети Их Поэтическим Огнем Душа Воспламенилась В нем И Мус Возвышенных Искусства Счастливец Он Не Постыдил Он В песнях Гордо Сохранил Всегда Возвышенные Чувства Порывы Девственной Мечты И Прелесть Важной Простоты Он Пел Любовь Любви Послушной И Песнь Его Была Ясна Как Мысли Девы Простодушной Как Сон Молоденца Как Луна В пустынях Неба Безмятежных Богиня Тайн И Вздохов Нежных Он Пел Разлуку И Печаль И Нечто И Туман Нудаль И Романтические Розы Он Пел Те Дальние Страны Где Долго В лон А тишины Лились Его Живые Слезы Он Пел Поблеклый Жизни Цвет Без Малого Восьмнадцать Лет В пустыне Где Один Евгений Мог Оценить Его Дары Господ Соседственных Селений Ему Не нравились Пиры Бежал Он Их Беседы Шумные Их Разговор Благоразумный О Синокосе О Вине О Псарне О Своей Родне Конечно Не блистал Ни чувством Ни поэтическим Огнем Ни остротой Ни умом Ни общежития Искусством Но Разговор Их Милых Жен Гораздо Меньше Был Умен Богат Хорош Собою Ленской Везде Был Принят Как Жених Таков Обычий Деревенский Все Дочек Прочили Своих За Полурусского Соседа Взойдет Леон Татчас Беседа Заводит Словно Стороной О скуке Жизни Холостой Зовут Соседа К самовару А Дуня Разливает Чай И Шепчут Дуня Прими Чай Потом Приносит И Гитару И Запищит Она Бог Мой Приди В чертог Ко Мне Золотой Но Ленской Не Имев Конечно Охоты Узы Брака Несть С Онегиным Желал Сердечно Знакомства Покороче Свесть Они Сошлись Волна Нет Нет Той Меж Нами Все Предрассудки Истребя Мы Почитаем Всех Нулями А Единицами Себя Мы Все Глядим В Наполеоны Двуногих Тварей Миллионы Для нас Орудие Одно Нам Чувство Дико И Смешно Сноснее Многих Был Евгений Хоть Он Людей Конечно Знал И Вообще Их Презирал Но Правил Нет Без Исключений Иных Он Очень Отличал И В чуже Чувства Уважал Он Слушал Ленского С улыбкой Поэта Пылкий Разговор И Ум Еще В суждениях Зыбкой И Вечно Вдохновенный Взор Онегину Все Было Нового Он Охладительное Слово В устах Старался Удержать И Думал Глупо Мне Мешать Его Минутному Блаженству И Без Меня Пора Придет Пускай Пока Мест Он Живет Доверит Мира Совершенству Простим Горячки Юных Лет И Юный Жар И Юный Бред Межими Все Рождало Споры И К Размышлению Влекло Племен Минувших Договор И Плоды Наук Добро И Зло И Предрассудки Вековые И Гроба Тайны Роковые Судьба И Жизнь В свою Череду Все Подвергалось Их Суду Поэт В жару Своих Суждений Читал Забывшись Между тем Отрывки Северных Поэм И Снисходительные Евгений Хоть Их Немного Понимал Прилежно Юноши Внимал Но Чаще Занимали Страсти Умы Пустынников Моих Ушед От Их Мятежной Власти Онегин Говорил Об них С невольным Вздохом Сожаления Блажен Кто Ведал Их Волнение И Наконец От них Отстал Блажен Не Тот Кто Их Не Знал Кто Охлаждал Любовь Разлукой Вражду Злословием Порой Зевал С друзьями С женой Ревнивой Не тревожи С мукой И Дедов Верный Капитал Коварной Двойке Не Вверял Когда Прибегнем Мы Под знамя Благоразумной Тишины Когда Страстей Угаснет Пламя И Нам Становятся Смешны Их Своевольства Иль Порывы Их Запоздалые Отзывы Смиренные Не Без труда Мы Любим Слушать Иногда Страстей Чужих Язык Мятежный И Нам Он Сердце Шевелит Так Точно Старый Инвалид Охотно Клонит Слух Прилежный Рассказом Юных Усачей Забытый В хижине Своей Зато И Пламенная Младость Не Может Ничего Скрывать Вражду Любовь Печаль И Радость Она Готова Разболтать В любви Считаясь Инвалидом Онегин Слушал С важным Видом Как Сердце И Споведь Любя Поэт Высказывал Себя Свою Доверчивую Совесть Он Простодушно Обнажал Евгений Без труда Узнал Его Любви Молодую Повесть Обильный Чувствами Рассказ Давно Не Новыми Для Нас Ах Он Любил Как В Наше Лето Уже Не Любят Как Одна Безумная Душа Поэта Еще Любить Осуждена Всегда Везде Одно Мечтание Одно Привычное Желание Одна Привычная Печаль Ни Охлаждающая Даль Ни Долгие Лето Разлуки Ни Музом Данные Часы Ни Чужеземные Красы Ни Шум Веселий Ни Науки Души Не Изменили В нем Согретой Девственным Огнем Чуть Отрок Ольгою Плененный Сердечно Дечных Мук Еще Не Знав Он Был Свидетель Умеленный Ее Младенческих Забав В тени Хранительной Дубравы Он Разделял Ее Забавы И Детям Прочили Венцы Друзья Соседи Их Отцы В глуши Под сенью Смиренной Невинной Прелести Полна В глазах Родителей Она Цвела Как ландыш Потаенный Незнаемый В траве Глухой Ни Мотыльками Ни Мысль Об ней Одушевила Его Цивницы Первый Стон Простите Игры Золотые Он Рощи Полюбил Густые Уединение Тишину И Ночь И Звезды И Луну Луну Небесную Лампаду Которой Посвящали Мы Прогулки Средь Вечерней Тьмы И Слезы Тайных Мук Отраду Но Нынче Видим Только В ней Замену Тусклых Фонарей Всегда Скромна Всегда Послушна Всегда Как Утро Весела Как Жизнь Поэта Простодушна Как Поцелуй Любви Мила Глаза Как Небо Голубые Улыбка Локоны Льняные Движения Голос Легкий Стан Все В Ольге Но Любой Роман Возьмите И найдете Верный Ее Портрет Он Очень Мил Я Прежде Сам Его Любил Но Надоел Он Мне Безмерно Позвольте Мне Читатель Мой Заняться Старшей Сестрой Ее Сестра Звалась Татьяна Впервые Именем Таким Страницы Нежные Романа Мы Своевольно Осветим И Что ж Оно Приятно Звучно Но С ним Я знаю Неразлучно Воспоминание Старины Ильдевичей Мы Все Должны Признаться Вкусу Очень Мало У нас И в наших Именах Не говорим Уж О стихах Нам Просвещение Не Пристало И нам Досталось От него Жеманство Больше Ничего И Так Она Звалась Татьяной Ни Красотой Сестры Своей Ни Свежестью Ее Румяной Не Привлекла Поначей Дика Печально Молчалива Как Лань Лесная Боязлива Она В семье Своей Родной Казалась Девочкой Чужой Она Ласкаться Не умела К отцу Ни К матери Своей Дитя Сама В толпе Детей Играть И прыгать Не хотела И Шутя Маленьких Ее Подруг Она В горелке Не Играла Ей Скучен Был И Звонкий Смех И Шум Их Ветренных Утех Она Любила На балконе Предупреждать Зари Восход Когда На бледном Небосклоне Звезд Исчезает Хоровод И Тихо Край Земли Светлеет И Вестник Утро Ветер Веет И Всходит Постепенно День Зимой Когда Ночная Тень Пол Миром Доли Обладает И Доли В праздной Тишине При Отуманенной Луне Восток Ленивый Почивает В Привычный Час Пробуждена Вставала При Свечах Она Ей Рано Нравились Романы Они Ей Заменяли Все Она Влюблялась В обманы И Ричардсона И Руссо Отец Ее Был Добрый Малый Прошедшем Веке Запоздалый Но В книгах Не Видал Вреда Он Не Читая Никогда Их Почитал Пустой Игрушкой И Не Заботился О том Какой У Дочки Тайный Том Дремал До Утро Под Под Подушкой Жена Ж Его Была Сама От Ричардсона Без Ума Она Любила Ричардсона Не потому Чтобы Прочла Не потому Что Грандисона Она Лавласу Предпочла Но В старину Княжна Алина Ее Московская Кузина Твердила Часто Ей Об Них В то Время Был Еще Жених Ее Супруг Но По Неволе Она Вздыхала О Другом Который Сердцем И Умом Ей Нравился Гораздо Более Сей Грандисон Был Славный Франт Игрок И Гвардии Сержант Как Он Она Была Одета Всегда По Моде И К Лицу Но Не Спросясь Ее Совета Девицу Повезли К Венцу И Чтоб Ее Рассеять Горе Разумный Муж Уехал Вскоре В Свою Деревню Где Она Бог знает Кем Окружена Рвалась И Плакала Сначала Супругом Чуть Не Развелась Потом Хозяйством Занялась Привыкла И Довольно Стала Привычка Свыше Нам Дана Замена Счастье Она Привычка Усладила Горе Неотразимое Ничем Открытие Большое Вскоре Ее Утешило Совсем Она Меж делом И досугом Открыла Тайну Как Супругом Самодержавно Управлять И Все Тогда Пошло Настать Она Езжала По работам Солила На зиму Грибы Вела Расходы Брила Лбы Ходила В баню По субботам Служанок Била Осердясь Все Это Мужа Не спросясь Бывало Писывала Кровью Она В альбомы Нежных Дев Звала Полиною Прасковью И говорила Нараспев Корсет Носила Очень узкой И русской Н Как Н Французской Произносить Умела В нос Но Вскоре Все Перевелось Корсет Альбом Княжну Алину Стишков Чувствительных Тетрадь Она Забыла Стала Звать Акулькой Прежнюю Селину И Обновила Наконец Навате Шлафер И Чепец Но Муж Любил Ее Сердечно В Ее Затей Не Входил Во Всем Ей Веровал Беспечно А Сам В Халате Ел И Пил Покойно Жизнь Его Катилась Под Вечер Иногда Сходилась С соседей Добрая Семья 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 Детьми Почтил Он Прах Патриарх Патриарх Покамест Напомнил Хоть Единый Звук И Чьё-нибудь Он Сердце Тронет И Сохраненная Судьбой Быть Может Влете Не Потонет Строфа Слагаемой Мною Быть Может Лесная Надежда Укажет Будущей Невежда На Мой Прославленный Портрет И Молвит Тот Та Был Поэт Примишь Мои Благодарения Поклонник Мирных Аонит О Ты Чья Память Сохранит Мои Летучие Творения Чья Благосклонная Рука Потреплет Лавры Старика Глава Третья Она Была Девушка Она Была Влюблена Мильфатлар Куда Уж эти Мне Поэты Прощай Онегин Мне Пора Я Не Держу Тебя Но Где Ты Свои Проводишь Вечера У Лариных Вот Это Чудно Помилуй Тебе Не Трудно Там Каждый Вечер Убивать Немало Не Могу Понять От Сели Вижу Что Такое Во Первых Слушай Прав Ли Я Простая Русская Семья Гостям Усердие Большое Варенье Вечный Разговор Про Дождь Про Лен Про Скотный Двор Я Тут Еще Беды Не Вижу Да Сколько Вот Беда Мой Друг Я Модный Свет Ваш Ненавижу Милее Милее Домашний Круг Где Я Могу Опять Я Клога Да Полно Мил И Ради Бога Ну Что Ты Едешь Очень Жаль Ах Слушай Ленская Да Нельзя Ли Увидеть Мне Филли Дуэту Предмет И Мысли И Пера И Слез И Рифм Э Ц Представь Меня Ты Шутишь Нету Я Рад Когда Жем Хоть Сейчас Они Сохоты Примут Нас Поедем Поскакали Други Явились Им Расточены Порой Тяжелые Услуги Гостеприимной Старины Обряд Известные Угощения Несут На блюдечках Варенье На столик Ставят Вощиной Кувшин С брусничной Водой Они Дорогой Самой Краткой Домой Летят Во весь Опор Теперь Послушаем Украдкой Героев Наших Разговор Ну что ж Онегин Ты зеваешь Привычка Ленский Но скучаешь Ты как-то Больше Нет Равно Однако В поле Уже темно Скорей Пошел Пошел Андрюшка Какие Глупые Места А кстати Ларина Проста Очень Милая Старушка Боюсь Брусничная Вода Мне Не наделала Б Вреда Скажи Которая Татьяна Да та Которая Грустна И молчалива Как Светлана Пошла И села У окна Неужто Ты влюблен В меньшую А что Я выбрал бы Другую Когда бы Я был Как ты Поэт В чертах У Ольги Жизни Нет Точь-в-точь В Вандиковой Мадонне Кругла Красна Лицом Она Как Это Глупая Луна На этом Глупом Небосклоне Владимир Сухо Отвечал И после Во весь Путь Молчал Меж тем Онегина Явление У Лариных Произвело На всех Большое Впечатление И всех Соседей Развлекло Пошла Догадка За догадкой Все стали Толковать Украдкой Шутить Судить Не без греха Татьяне Прочить Жениха Иные Даже утверждали Что свадьба Слажена Совсем Но остановлена За тем Что модных Колиц Не достали А свадьбе Ленского Давно У них Уж было решено Татьяна Слушала С досадой Такие сплетни Но тайком С неизъяснимой Отрадой Невольно Думала О том И в сердце Дума Заронилась Пора Пришла Она Влюбилась Так В землю Падшее Зерно Весны Огнем Оживлено Давно Ее Воображение Сгорая Негой И тоской Алкала Пища Роковой Давно Сердечное Томление Теснило Ей Молодую Грудь Душа Ждала Кого-нибудь И Дождалась Открылись Открылись Очи Она Сказала Это Он Увы Теперь Дни И ночи Жарко Одинок И сон Все Полно Им Все Деве Милой Безумолку Волшебной Силой Твердит О Нем Докучны И звуки Ласковых Речей И взор Заботливой Прислуги В уныние Погружена Гостей Не слушает Она И проклинает Их досуги Их неожиданный Приезд И продолжительный Присест Теперь С каким Она вниманием Читает Сладостный Роман С каким Живым Очарованием Пьет Обольстительный Обман С счастливой Силой Мечтания Одушевленные Создания Любовник И Юлии Вальмар Малекадель И Делинар И Вертер Мученик Мятежный И бесподобный Грандисон Который Нам наводит Сон Все Для мечтательницы Нежной В единый Образ Облеклись В одном Онегине Слились Воображаясь Героиней Своих Возлюбленных Творцов Кларисой Юлией Дельфиной Татьяна В тишине Лесов Одна С опасной Книгой Бродит Она в ней Ищет И находит Свой тайный Жар Своей мечты Плоды Сердечной Полноты Вздыхает И себе Присвоя Чужой Восторг Чужую Грусть В забвении Шепчет Наизусть Письмо Для милого Героя Но наш Герой Кто б ни Был он Уж верно Был Не Грандисон Свой Та наказан Вечный Веселый Слово Слово Таскующей Любви Зовешь Пламенем Кровь Мне Тошно Милая Моя Да Плакать Я Рыдать Готова Дитя Мое Ты Нездорова Господь Помилуй И спаси Чего Ты Хочешь Попроси Дай Я Кроплю Святой Водою Ты Вся Горишь Я Не больна Я Знаешь Няня Влюблена Дитя Мое Господь С тобою И няня Девушку С мольбой Крестила Дряхлой Рукой Я Влюблена Шептала Снова Старушке С горестью Она Сердечный Друг Ты Нездорова Оставь Меня Я Влюблена И Между тем Луна Сияла И Томным Светом Озаряла Татьяны Бледные Красы И Распущенные Влосы И Капли Слез И На Скамейке Пред Героиней Молодой С платком На Голове Седой Старушку Длинные Телогрейки И Все Дремало В Тишине При Вдохновительной Луне И Сердцем Далеко Носилась Татьяна Смотря На Луну Вдруг Мысль В уме Ее Родилась Пади Оставь Меня Одну Дай мне Перо Бумагу Да Стол Подвинь Я Скоро Лягу Прости И Вот Она Одна Все Тихо Светит Ей Луна Облокотясь Татьяна Пишет И Все Евгений На Уме И В Необдуманном Письме Любовь Невинной Девы Дышит Письмо Готово Сложено Татьяна Для Кого Ж Оно Я Знал Красавиц Недоступных Холодных Чистых Как Зима Неумолимых Неподкупных Непостижимых Для ума Дивился Я Их Спеси Модной Их Добродетели Природной И Признаюсь От них Бежал И Мниться С ужасом Читал Над Их Бровями Надпись Ада Оставь Надежду Навсегда Внушать Любовь Для них Беда Пугать Людей Для них Отрада Быть может На брегах Невы Подобных Дам Видали Вы Среди Поклонников Послушных Других Причудниц Я видал Самолюбиво Равнодушных Для вздохов Страстных И похвал И что ж Нашел Я С изумлением Они Суровым Поведением Пугая Робкую Любовь Ее Привлечь Умели Вновь По крайней Мере Сожалением По крайней Мере Звук Речей Казался Иногда Нежней И С легковерным Ослеплением Опять Любовник Молодой Бежал За Милой Суетой За что Ж Виновнее Татьяна И за То Что В милой Простоте Она Не ведает Обмана И верит Избранной Мечте За Толь Что Любит Без Искусства Послушное Влечение Чувства Что Так Доверчива Она Что От Небес Одарена Воображением Мятежным Умом И Волей Живой И Своенравной Головой И Сердцем Пламенным И Нежным Уже Не Простите Ей Вы Легкомыслия Страстей Кокетка Судит Хладнокровно Татьяна Любит Не Шутя И Придается Безусловно Любви Как Милое Дитя Не Говорит Она Отложим Любви Мы Цену Тем Умножим Вернее В сети Заведем Сперва Тщеславие Кольнем Надеждой Там Недоуменьем Измучим Сердце А потом Ревнивым Оживим Огнем А то Скучая Наслаждением Невольный Хитрый Из оков Сейчас Навырваться Готов Еще Предвижу Затруднение Родной Земли Спасая Честь Я Должен Буду Без Сомнения Письмо Татьяны Перевесть Она По-русски Плохо Знала Журналов Наших Не Читала И Выражалась С трудом На языке Своем Родном И Так Писала По-французски Что делать Повторяю Вновь До ныне Дамская Любовь Не Изъяснялась По-русски До ныне Гордый Наш Язык К почтовой Прозе Не Привык Я Знаю Дам Хотят Заставить Читать По-русски Право Страх Могу Ли Их Себе Представить С Благонамеренным В руках Я Шлюсь На вас Мои поэты Не правда ли Милые предметы Которым За свои грехи Писали Втайне Вы стихи Которым Сердце Посвящали Не все ли Русским Языком Владея Слабо И с трудом Его так Мило Искажали И в их устах Язык Чужой Не обратился Ли В родной Не дай мне Бог Сойтись На Бали Иль при разъезде На крыльце С семинаристом В желтой шале Иль с академиком В чипце Как уст Румяных Без улыбки Без грамматической Ошибки О русской Речи Не люблю Быть может На беду Мою Красавец Новых Поколение Журналов Вняв Малящий Глаз Грамматики Приучит Нас Стихи Введут В употребление Но я Какое дело Мне Я верен Буду Старине Неправильный Небрежный Лепет Неточный Выговор Речей По-прежнему Сердечный Трепет Произведут В груди Моей Раскаяться Во мне Нет силы Мне галлицизмы Будут Милой Как Прошлые Юности Грехи Как Богдановича Стихи Но полно Мне пора Заняться Письмом Красавицы Моей Я слово Дал И что ж Ей-ей Теперь готов Уже Отказаться Я знаю Нежного Парни Перо Не в моде В наши Дни Певец Перов И грусти Томные Когда Еще Ты Был Со мной Я Стал Б Просьбою Нескромно Тебя Тревожить Милой Мой Чтоб На волшебные Напевы Переложил Ты Страстной Девы Иноплеменные Слова Где Ты Приди Свои Права Передаю Тебе С поклоном Но Посреди Печальных Скал Отвыкнув Сердцем От похвал Один Под финским Небосклоном Он бродит И душа Его Не слышит Горе Моего Письмо Татьяны Предо Мною Его Я Свято Берегу Читаю С тайною Тоскою И Начитаться Не Могу Кто Ей Внушал Эту Нежность И слов Любезную Небрежность Кто Ей Внушал Умильный Вздор Безумный Сердце Разговор И Увлекательный И Вредный Я Не Могу Понять Но Вот Неполный Слабый Перевод С Живой Картины Список Бледный Или Разыгранный Фрихшиц Перстами Робких Учениц Письмо Татьяны Конегин Я К вам Пишу Чего Жи Боли Что Я могу Еще Сказать Теперь Я знаю В вашей Воле Меня Презреньем Наказать Но Вы К моей Несчастной Доле Хоть каплю Жалости Храня Вы Не Оставите Меня Сначала Я молчать Хотела Поверьте Моего Стыда Вы Не Узнали Никогда Когда Надежду Я Имела Хоть Редко Хоть В Неделю Раз В Деревне Нашей Видеть Вас Чтоб Только Слышать Ваши Речи Вам Слово Молвить И Потом Все Думать Думать Об Одном И День И День Ночь До Встречи Но Говорят Вы Нелюдим В глуши В деревне Все Вам Скучно А Мы Ничем Мы Не Блестим Хоть Вам Рады Простодушно Зачем Вы Посетили Нас В глуши Забытого Селения Я Никогда Б Не Знала Б Вас Не Знала Б Горького Мучения Души Неопытной Волнения Смирив Со Временем Как Знать По Сердцу Я Нашла Б Друга Была Бы Верная Супруга И Добродетельная Мать Другой Нет Никому На Свете Не Отдала Бы Сердце Я То Вышним Суждено Совете То Воля Неба Я Твоя Вся Жизнь Моя Была Залогом Свидания Верного С тобой Я Знаю Ты Меня Послан Богом До Гроба Ты Хранитель Мой Ты В Сновидениях Мне Я Являлся Незримой Ты Мне Был Уж Мил Твой Чудный Взгляд Меня Томил В Душе Твой Голос Раздавался Давно Нет Это Был Не Сон Ты Чуть Вошел Я Вмиг Узнала Вся Обомлела Забывала И В мыслях Молвила Вот Он Не Правда Ль Я Тебя Слыхала Ты Говорил Со Мной В Тиши Когда Я Бедным Помогала Или Молитвой Услаждала Тоску Волноемой Души И В Это Самое Мгновение Не Ты Ли Милое Видение В Прозрачной Темноте Мелькнул Приникнул Тихо Как изголовью Не Ты Ль С Отрадой И Любовью Слова Надежды Мне Шепнул Кто Ты Мой Ангел Или Хранитель Или Коварный Искуситель Мои Сомнения Разреши Быть Может Это Все Пустое Обман Неопытной Души И Суждено Совсем Иное Но Так И Быть Судьбу Мою Отныне Я Тебе Вручаю Перед Тобою Слезы Лью Твои Защиты Умоляю Вообрази Я Здесь Одна Никто Меня Не Понимает Рассудок Мой Изнемогает И Молча Гибнуть Я Должна Я Жду Тебя Единым Взором Надежды Сердца Оживи Ильсон Тяжелый Перерви Увы Заслуженным Укором Кончаю Страшно Перечесть Стыдом И страхом Замираю Но Мне По рукой Ваша Честь И Смело Ей Себя Вверяю Татьяна То вздохнет То охнет Письмо Дрожит В ее руке Обладка Розовая Сохнет На воспаленном Языке К плечу Головушкой Склонилась Сорочка Легкая Спустилась С ее Прелестного Плеча Но Вот уж Лунного Луча Сиянье Гаснет Там Долина Сквозь Пар Яснеет Там Поток Засеребрился Там Рожок Пастуший Будет Селенина Вот Утро Встали Все давно Моей Татьяне Все равно Она Зари Не замечает Сидит С поникшей Угловой И на письмо Не напирает Своей печати Вырезной Но Дверь Тихонько Отпирая Уж ей Филипп Евно Седая Приносит На подносе Чай Пора Дитя Мое Вставай Да ты Красавица Готова Оп Ташка Ранняя Моя Ведь Чор Уж Как Боялась Я Да слава богу Ты здорова Тоски Ночной Следу Нет Лицо Твое Как Мака В цвет Ах Няня Сделай Одолжение Изволь Родная Прикажи Не думай Право Подозрение Но Видишь Ах Не откажи Мой Друг Вот Бог Тебе Порука Итак Пошли Тихонько Внука С запиской Этой К О К тому К соседу Довелить Ему Чтоб он Не говорил Ни слова Чтоб он Не называл Меня Кому Милая Моя Я нынче Стала Бестолкова Кругом Соседей Много Есть Куда Мне их И перечесть Как Недогадлива Ты Няня Сердечный Друг Я стара Стар 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 Тупеет Разум Настал На столе Между Неком Тайком Вишеньем Но Подобно Подобно Грозной Тени И Как Огнем Обожжена Остановилась Она Но Следствие Нежданной Встречи Сегодня Милые Друзья Пересказать Не в силах Я Мне Должно После Долгой Речи И погулять И отдохнуть Докончу После Глава Четвертая Нравственность В природе Вещей Чем Меньше Женщину Мы Любим Тем Легче Нравимся Мы Ей И Тем Ее Вернее Губим Среди Обольстительных Сетей Разврат Бывало Хладнокровной Наукой Славился Любовной Сам О себе Везде Трубя И Наслаждаясь Не Любя Но Эта Важная Забава Достойна Старых Обезьян Хваленых Дедовских Времян Лавласов Обветшала Слава Со Славой Красных Каблуков И Величавых Париков Кому Не Скучно Лицемерить Различно Повторять Одно Стараться Важно В том Уверить В чем Все Уверены Давно Все Те же Слышать Возражения Уничтожать Предрассуждения Которых Не было И нет У девочки В тринадцать лет Кого Не утомят Угрозы Моления Клятвы Мнимый Страх Записки На шести Листах Обманы Обманы Сплетни Кольца Слезы Надзоры Теток Матерей И Дружба Тяжкая Мужей Так Точно Думал Мой Евгений Он В первой Юности Своей Был Жертвой Бурных Заблуждений И Необузданных Страстей Привычки Жизни Избалован Одним На время Очарован Разочарованный Другим Желанием Медленно Томим Томим И ветренным Успехом Внимая В шуме И в тиши Роптанья Вечной Души Зевоту Подавляя Смехом Вот Как Убил Он Восемь Лет Утратя Жизни Лучший Цвет В красавицу Он уж Не влюблялся Оболочился Как-нибудь Откажут Мигом Утешался Изменят Рад был Отдохнуть Он их искал Без упоения Оставлял Без сожаления Чуть помня Их любовь И злость Так точно Равнодушный гость Навист Вечерний Приезжает Садится Кончилась игра Он уезжает Со двора Спокойно Дома засыпает И сам Не знает Поутру Куда Поедет В вечеру Но получив Послание Тани Онегин Живо Тронут В сад Перелетим Где встретилась Татьяна С ним Минуты две Они молчали Но к ней Онегин подошел И молвил Вы ко мне писали Не отпирайтесь Я прочел Душедоверчивые Признания Любви Невинной Излияния Мне Ваша искренность Мила Она В волнении Привела Давно Умолкнувшие Чувства Но Вас Хвалить Я не хочу Я За нее Вам Отплачу Признанием Так же Без искусства Примите Исповедь Мою Себя Я на суд Вам Отдаю Когда бы Жизнь Домашним Кругом Я ограничить Захотел Когда б Мне быть Отцом Супругом Приятной Жребий Повелел Когда б Семейственной Картиной Пленился Я Хоть Миг Единый То верно Б Кроме Вас Одной Невесты Не искал Иной Скажу Без блесток Мадригальных Нашет Мой Прежний Идеал Я б Верно Б Вас Одну Избрал В подруге Дней Моих Печальных Всего Прекрасного В залог И был Б Счастлив Сколько Мог Но я Не создан Для Блаженства Ему Чужда Душа Моя Напрасны Ваше Совершенство Их Вовсе Не Достоин Я Поверьте Совесть В том Порукой Супружество Нам Будет Мокой Я Сколько Не Любил Б Вас Привыкнув Разлюблют Отчас Начнете Плакать Ваши Слезы Не Тронут Сердце Моего А будут Лишь Бесить Его Судите Швы Какие Розы Нам Заготовит Гиминей Гиминей И И Может На Много Дней Что Может Быть На Свете Хуже Семьи Где Бедная Жена Грустит О Недостойном Муже И Днем И Вечером Одна Где Скучный Муж Ей Цену Зная Судьбу Однак Проклиная Всегда Нахмурен Молчалив Сердит И Холодно Ревнив Таков Я И Товоль Искали Вы Чистой Пламенной Душой Когда С такой Простотой С таким Умом Ко Мне Писали Ужили Жребий Вам Такой Назначен Строгою Судьбой Мечтам И годом Нет Возврата Не Обновлю Души Моей Я Вас Люблю Любовью Брата А может Быть Еще Нежней Послушайте Ж Меня Без Гнева Сменит Не Раз Молодая Дева Мечтами Легкие Мечты Так Деревцо Свои Листы Меняет С каждую Весною Так Видно Небом Суждено Полюбите Вы Снова Но Учитесь Властвовать Собою Не Всяк И Вас Как Я Поймет К Беде Не Опытность Ведет Так Проповедовал Евгений Сквозь Слез Не Видя Ничего Едва Дыша Без Возражений Татьяна Слушала Его Он Подал Руку Ей Печально Татьяна Говорится Машинально Татьяна Молча Оперлась Головкой Томною Склонясь Пошли Домой Вкруг Огорода Явились Вместе И Никто Не Вздумал Им Пенять На То Вдруг Вдруг И Его Чистили Так И Сяк Врагов Имеет В мире Всяк Но От Друзей Спаси Нас Божиим Уж Эти Мне Друзья Друзья Об Нех Недаром Вспомнил Я А что Да так Я Усыпляю Пустые Черные Мечты Я Только В скобках Замечаю Что Нет Презренной Клеветы На Чердаке Вролем Рожденной И Светской Чернью Ободренной Что Нет Ни Лепицы Такой Ни Эпиграммы Площадной Который Б Ваш Друг С Улыбкой В Кругу Порядочных Людей Без Сякой Злобы И Затей Не Повторил Сто Крат Ошибкой А Впрочем Он За Вас Горой Вас Так Любит Как Родной Читатель Благородный Здорово Ль Ваша Вся Родня Позвольте Может быть Угодно Теперь Узнать Вам От Меня Что Значит Именно Родные Родные Люди Вот Какие Мы Их Обязаны Ласкать Любить Душевно Уважать И По Торжестве Их Навещать Или По Почте Поздравлять Чтоб Остальное Время Года Не Думали О Нас Они И Так Дай Бог Им Долгие Дни Зато Любовь Красавиц Нежных Надежней Дружбы И Родства Над Нею И Средь Бурь Мятежных Вы Сохраняете Права Конечно Так Но Вихрь Моды Но Своенравия Природы Но Мненья Светского Поток Гог К тому Ж И Мнение Супруга Для Добродетельной Жены Всегда Почтенно Быть Должны Так Ваша Верная Подруга Бывает Вмиг Увлечена Любовью Шутит Сатана Кого Ж Любить Кому Ж Верить Кто Не Изменит Нам Один Кто Все Дела Все Речи Мерит Услужливо На Наш Аршин Кто Клеветы Про Нас Не Сеет Кто Нас Заботливо Лелеет Кому Порок Наш Не Беда Кто Не Нас Кучит Никогда Призрака Свытный Искатель Трудов Напрасно Не Губя Любите Самого Себя Достопочтенный Мой Читатель Предмет Достойный Ничего Любезней Верно Нет Его Что Было Следствием Свидания Увы Нетрудно Угадать Любви Безумные Страдания Не перестали Волновать Молодой Души Печали Жадной Нет Пущей Страстью Безотрадной Татьяна Бедная Горит Ее Постели Сон Бежит Здоровье Жизнь Цвет И сладость Улыбка Девственный Покой Пропало Все Что Звук Пустой И Меркнет Милой Таней Младость Так Одевает Бурь Тень Едва Рождающийся День Увы Татьяна Увидает Бледнеет Гаснет И молчит Ничто Ее Не занимает Ее Души Не Шевелит Качая Важной Головою Соседи Шепчут Меж Собою Пора Пора Б Замуж Ей Но Полно Надо Мне Скорей Развеселить Воображение Картины Счастливой Любви Невольно Милые Мои Меня Стесняет Сожаление Простите Мне Я Так Люблю Татьяну Милую Мою Час От Часу Плененной Боли Красами Ольги Молодой Владимир Сладостной Неволе Предался Полной Душой Он Вечно С ней В ее Покое Они сидят В потемках Двое Они В саду Рука С рукой Гуляют Утренней Порой И Что ж Любовью Упоенной В смятении Нежного Стыда Он Только Смеет Иногда Улыбкой Ольги Ободренной Развитым Локоном Играть Или Край Одежды Целовать Он Иногда Читает Оле Нровоучительный Роман В котором Автор Знает Боли Природы Чем Шатебриан А между Тем Две Три Страницы Пустые Бредни Небылицы Опасные Для Сердца Дев Он Пропускает Покраснев Уединясь От всех Далеко Они Над шахматной Доской На стол Облокотясь Порой Сидят Задумавшись Глубоко Иленской Пешкой Уладью Берет В рассеянии Свою Поедет Ли домой И дома Он Занят Ольгой Своей Летучие Листки Альбома Прилежно Украшает Ей То В них Рисует Сельские Виды Надгробный Камень Храм Киприды Или На лире Голубка Пером И красками Слегка То На листках Воспоминания Пониже Подписей Других Он Оставляет Нежный Стих Безмолвный Памятник Мечтания Мгновенной Думы Долгий След Все тот Же После Многих Лет Конечно Вы не раз Видали Уездной Барышни Альбом Что все Подружки Изморали С конца Сначала И кругом Суда На зло Правописанию Стихи Безмеры По преданию В знак Дружбы Верной Внесены Уменьшены Продолжены На первом Листике Встречаешь Ке криве Ву Сюрсе Таблет И Подпись Те Аве Анет А на Последнем Прочитаешь Кто любит Более Тебя Пусть Пишет Далее Меня Тут Непременно Вы найдете Два сердца Факелы Цветки Тут верно Клятвы Вы прочтете В любви До гробовой Доски Какой-нибудь Пит Армейской Тут подмахнул Стишок Злодейской В такой Альбом Мои друзья Признаться Рад писать И я Уверен Будучи Душою Что всякий Мой Усердный Вздор Заслужит Благосклонный Взор И что потом С улыбкой Злою Не станут Важно Разбирать Остро Или нет Я мог Соврать Но Вы Разрозненные Томы Из библиотики Чертей Великолепные Альбомы Мученья Модных Рифмачей Вы Украшенные Проворно Толстого Кистью Чудотворной Ильборотынского Пером Пускай Сожжет Ваш Божий Гром Когда Блистательная Дама Мне свой Инкварта Подает И дрожь И злость Меня берет И шевелится Эпиграмма Во глубине Моей души А Мадригалы Им Пиши Не Мадригалы Ленский Пишет В альбоме Ольги Молодой Его Перо Любовью Дышит Нехладно Блещет Остротой Что Не заметит Но услышит Об Ольге Он Про то И пишет И Полный Истин Живой Текут Элегией Рекой Так Ты Языков Вдохновенный В порывах Сердца Своего Поешь Бог Ведает Кого И Свод Элегии Драгоценный Представит Некогда Тебе Всю Повесть О твоей Судьбе Но Тише Слышишь Критик Строгой Повелевает Сбросить Нам Элегии Венок Убогой И Нашей Братьей Рифмачам Кричит Да Перестаньте Плакать И Все Одно И То же Квакать Жалеть О прежнем О былом Довольно Пойте О другом Ты Прав И Верно Нам Укажешь Трубу Личину Кинжал И Мысли Мертвый Капитал Отсюду Воскресить Прикажешь Не так Ли Друг Ничуть Куда Пишите Оды Господа Как их Писали В мощные Годы Как было В старе Заведено Одни Торжественные Оды И полно Друг Не все Ль Равно Припомни Что сказал Сатирик Чужого Толка Хитрый Лирик Уже Ли Для тебя Сносней Унылых Наших Рифмачей Но Все В Элегии Ничтожно Пустая Цель Ее Жал Камеж Тем Цель Оды Высока И Благородна Тут Бы Можно Поспорить Нам Но Я Молчу Два Века Ссорить Не Хочу Поклонник Славы И Свободы В волнении Бурных Дум Своих Владимир И писал Бы Оды Да Ольга Не Читала Их Случалось Ли Поэтам Слезным Читать В глаза Своим Любезным Своей Творенья Говорят Что В мире Выше Нет Наград И Впрямь Блажен Любовник Скромный Читающий Мечты Свои Предмету Песен И Любви Красавицы Приятно Томной Блажен Хоть Может Быть Она Совсем Иным Развлечена Но Я Плоды Моих Мечтаний И Гармонических Затей Читаю Только Старой Няне Подруге Юности Моей Да После Скучного Обеда Ко мне Забрядшего Соседа Поймав Нежданно За полу Душу Трагедией В углу Или Но Это Кроме Шуток Тоской И Рифмами Томим Бродя Над Озером Моим Пугаю Стадо Диких Уток Вняв Пенью Сладкозвучных Стров Они Слетают С берегов А что Что ж Онегин Кстати Братья Терпение Вашего Прошу Его Вседневные Занятия Я Вам Подробно Опишу Онегин Жил Анахаретом В седьмом Часу Вставал Он Летом И Отправлялся Налегке К бегущей Под горой Реке Певцу Гюльнары Подражая Сей Геллеспонд Переплывал Потом Свой Кофе Выпивал Плохой Журнал Перебирая И Одевался Прогулки Чтение Сон Глубокий Лесная Тень Журчание Струй Порой Белянки Черноокой Молодой Свежий Поцелуй Узде Послушный Конь Ретивый Обед Довольно Прихотливый Бутылка Светлого Вина Уединение Тишина Вот жизнь Онегина Святая И Нечувствительно Он ей Придался Красных Летних Дней В беспечной Негине Считая Забыв И город И друзей И скуку Праздничных Затей Но Наше Северное Лето Карикатура Южных Зим Мелькнет И нет Известно Это Хоть мы Признаться Не хотим Уж Небо Осенью Дышало Уж Реже Солнышко Блистало Короче Становился День Лесов Таинственная Сень С печальным Шумом Обнажалась Ложился На поля Туман Гусей Крикливых Караван Тянулся К югу Приближалась Довольно Скучная Пора Стоял На ябрюшу Двора Встает Заря Во мгле Холодный На нивах Шум Работу Молк Своей волчихой Голодной Выходит На дорогу Волк И вопочуя Конь Дорожный Храпит И путник Осторожный Несется В гору Вый Весь Дух На утренней Заре Пастух Не гонит Уж Коров Из хлева И в час Полуденный В кружок Их не зовет Его рожок В избушке Распевая Дева Придет И зимних Друг Ночей Трещит Лучинка Перед ней И вот Уже Трещат Морозы И серебрятся Средь полей Читатель Ждет У шрифмы Розы На вот Возьми ее Скорей А прядь Немодного Паркета Блистает Речка Льдом Одета Мальчишек Радостный Народ Коньками Звучно Режет Лед На красных Лапках Гусь Тяжелый Задумав Плыть По лону Вот Ступает Бережно На лед Скользит И падает Веселый Мелькает Вьется Первый Снег Звездами Падая На брег В глуши Что делать В эту пору Гулять Деревня Той порой Невольно Докучает Взору Однообразной Наготой Скакать Верхом В степи Суровой Но Конь Притупленный Подковой Неверный Зацепляя Лед Того И жди Что упадет Сиди На бильярд И покрены И покрены Оно Своей Игрой И пеной Подобием Того Сего Меня Пленяло За него Последний Бедный Лепт Бывало Давал Я Помнитель Друзья Его Волшебная Струя Рождала Глупостей Немало А сколько Шуток И стихов И споров И веселых Снов Но Изменяет Пеной Шумной Оно Желудку Моему И я Бордо Благоразумный Уж нынче Предпочел Ему К Аи Я больше Не способен Аи Любовнице Подобен Блестящий Ветренный Живой И Своенравный И Пустой Но Ты Бордо Подобен Другу Который В горе В беде Товарищ Завсегда Везде Готов Нам Оказать Услугу Или Тихо И разделить Досуг Да Здравствует Бордо Наш Друг Огонь Потух Едва Залою Подернут Уголь Золотой Едва Заметную Струею Вьется Пар И Теплотой Камин Чуть Дышит Дым Из трубок В трубу Уходит Светлый Кубок Еще Шипит Среди Стола Вечерняя Находит Мгла Люблю Я Дружеские Враки И Дружеский Бокал Вина Порой Той Что Названа Пора Меж Волка И Собаки А Ты к ним на той неделе зван. — Я? — Да, Татьяна и Менина в субботу. Оленька и мать велели звать, и нет причины тебе на зов не приезжать. Но куча будет там народу и всякого такого сброду. И никого, уверен я. Кто будет там, своя семья. Поедем, сделай одолжение. Ну что ж, согласен. Как ты мил. При всех словах он осушил стакан соседки приношения. Потом разговорились вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через две недели назначен был счастливый срок. И тайно-брачные постели, И сладостной любви венок его восторгов ожидали. Гемена хлопоты печали, Зевоты хладная череда ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гемена, В домашней жизни зрим один ряд утомительных картин, Роман во вкусе Ла Фонтена. Мой бедный Ленской сердцем он для оной жизни был рожден. Он был любим. По крайней мере, так думал он. И был счастлив. Сто крат блажен, кто предан в вере, Кто, хладный ум угомонив, Покоится в сердечной неге, Как пьяный путник на ночлеге, Или нежней, как мотылёк, В весенний впивший с цветок. Но жалок тот, кто всё предвидит, Чья не кружится голова, Кто все движения, все слова В их переводе ненавидит, Чьё сердце опыт остудил И забываться запретил. Глава пятая О, не знай сих страшных снов, Ты моя Светлана. Жуковский В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа, Снег выпал только в январе На третья в ночь. Проснувшись рано, в окно Увидела Татьяна поутру Побелевший двор, Куртины, кровли и забор, На стёклах лёгкие узоры, Деревья в зимнем серебре, Сорок весёлых на дворе И мягко устланные горы Зимы блистательным ковром. Всё ярко, всё белокругом. Зима. Крестьянин, торжествуя На дровнях, обновляет путь. Его лошадка снег, почуя, Плетётся рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, Летит кибитка удалая. Емщик сидит на облучке В тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, В салазке жучку посадив, Себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, Ему и больно, и смешно, А мать грозит ему в окно. Но, может быть, Такого рода картины Вас не привлекут. Всё это низкая природа, Изящного немного тут. Согретый вдохновенье Богом Другой поэт, Роскошным слогом, Живописал нам первый снег, И все оттенки зимних нет. Он вас пленит, я в том уверен, Рисуя в пламенных стихах Прогулки тайные в санях. Но я бороться не намерен Ни с ним покамест, Ни с тобой, певец Финлянки молодой. Татьяна, русская душою, Сама не зная почему, С её холодною красою Любила русскую зиму. На солнце иней В день морозный И сани, И зарёю поздной Сиянье розовых снегов И мглу крещенских вечеров По старине торжествовали В их доме эти вечера Служанки со всего двора Пробарышень своих гадали, И им сулили каждый год Мужьёв военных и поход. Татьяна верила преданьям Простонародной старины И снам, и карточным гаданьям, И предсказаниям луны. Её тревожили приметы, Таинственно ей все предметы Провозглашали что-нибудь, Предчувствия теснили грудь. Жеманный кот на печке, Сидя мурлыча лапкой, Рыльцы мыл, То несомненный знак ей был, Что едут гости. Вдруг, увидя молодой Двурогой лик луны На небе с левой стороны, Она дрожала и бледнела. Когда ж падучая звезда По небу тёмному летела И рассыпалась, а тогда В смятении Таня торопилась, Пока звезда ещё катилась, Желание сердца ей шепнуть, Когда случалось где-нибудь Ей встретить чёрного монаха, Или быстрый заяц Меж полей перевегал дорогу ей, Не зная, что начать, Со страха предчувствий Горестных полна, Ждала несчастья уж она. Что ж, тайну прелесть Находила и в самом ужасе она, Так нас природа сотворила, К противоречию склонна. Настали святки, То-то радость. Гадает ветренная младость, Которой ничего не жаль, Перед которой жизнь и даль Лежит светла, необозримо, Гадает старость сквозь очки У гробовой своей доски, Всё потеряв невозвратимо, И всё равно Надежда им Лжёт детским лепетом своим. Татьяна любопытным взором На воск потопленный глядит. Он чудно вылитым узором Ей что-то чудное гласит. Из блюда, полного водою, Выходят кольца чередою. И вынулось колечко ей Под песенку старинных дней. Там мужички-то всё богаты, Гребут лопатой серебро, Кому поём тому добро и слава. Но сулит утраты, Сей песни жалостный напев, Милей кошурка сердцу дев. Мороз на ночь, Всё небо ясно, Светил небесных дивный хор, Течёт так тихо, Так согласно. Татьяна на широкий двор В открытом платьице выходит, На месяц зеркало наводит, Но в тёмном зеркале одна Дрожит печальная луна. Чу! Снег хрустит, Прохожий, Дева к нему на цыпочках летит, И голосок её звучит, Нежней свирельного напева, Как ваше имя! Смотрит он И отвечает Агафон. Татьяна по совету няни, Сбираясь ночью выражить, Тихонько приказала в бане На два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне, И я, при мысли о Светлане, Мне стало страшно. Так и быть, С Татьяной нам не выражить. Татьяна поясок шелковый сняла, Разделась и в постель легла, Над нею вьётся лель, А под подушкой у пуховой Девичье зеркало лежит. Утихло всё, Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне, Ей снится, будто бы она идёт По снеговой поляне, Печальной мглой окружена, В сугробах снежных перед нею Шумит, клубит волной своею Кипучий, тёмный и седой поток, Нескованный зимой. Две жердочки, склеённые льдиной, Дрожащий гибельный мосток, Положены через поток, И перед шумящей пучиной Недоумения полна, Остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, Не видит никого, Кто руку с той стороны подал бы ей, Но вдруг сугроб зашевелился, И кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь! Татьяна, ах, а он реветь! И лапу с острыми когтями Ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой, Оперлась и боязливыми шагами Перебралась через ручей. Пошла, и что ж, Медведь за ней! Она, взглянуть назад, Не смея поспешно, И ускоряет шаг, Но от косматого лакея Не может убежать никак. Кряхтя валит Медведь несносный, Пред ними лес, Недвижны сосны В своей нахмуренной красе, Отехчены их ветви Все кулаками снега, Сквозь вершины осин берез И лип ногих Сияет луч светил ночных, Дороги нет, Кусты, стремнины, Метелью все занесены, Глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, Медведь за нею, Снег рыхлый по колено ей, То длинный сук ее за шею Зацепит вдруг то из ушей, Золотые серьги вырвет силой, То в хрупком снеге С ножки милой Увязнет мокрый башмачок, То выронит она платок. Поднять ей некогда, Боится, Медведя слышит за собой, И даже трепетной рукой Одежды край поднять стыдится. Она бежит, Он все во след, И сил уже бежать ей нет. Упала в снег, Медведь проворно Ее хватает и несет, Она бесчустино покорно Не шевельнется, Не дохнет, Он мчит ее лесной дорогой. Вдруг Меж дерев шалаш Убогой, Кругом все глушь, Отсюда он пустынным снегом Занесен, И ярко светится окошко, И в шалаше и крик, И шум, Медведь промолвил, Здесь мой кум, Погрейся у него немножко, И в сене прямо он идет, И на порог ее кладет. Опомнилась, Глядит Татьяна, Медведя нет, Она в сенях, За дверью крик И звон стакана, Как на больших похоронах, Не видя тут ни капли толку, Глядит она тихонько в щелку, И что же видит? За столом Сидят чудовища кругом, Один в рогах С собачьей мордой, Другой с петушьей головой, Здесь ведьма с козьей бородой, Тут остов чопорный и гордый, Там Карла с хвостиком, А вот полужуравль и полукот. Еще страшнее, еще чуднее, Вот рак верхом на пауке, Вот череп на гусиной шее Вертится в красном колпаке, Вот мельница в присядку пляшет И крыльями трещит и машет, Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, Людская молвь и конской топ. Но что подумала Татьяна, Когда узнала меж гостей того, Кто мил и страшен ей, Героя нашего романа? Онегин за столом сидит И в дверь украдкою глядит, Он знак подаст и все хлопочут, Он пьет, все пьют и все кричат, Он засмеется, всех хохочет, Нахмурит брови, все молчат, Он там хозяин, это ясно, И Таня уж не так ужасно, И любопытная теперь немного Растворила дверь, Вдруг ветер дунул, Загашая огонь светильников ночных, Смутилась шайка домовых, Онегин взорами сверкая, Из-за стола гремя встает, Все встали, он к дверям идет. И страшно ей, и торопливо Татьяна силится бежать, Нельзя никак, нетерпеливо, Метаясь, хочет закричать, Не может, дверь толкнул Евгений, И взором адских привидений Явилась дева, Ярый смех раздался дико, Очи всех, копыта, хоботы кривые, Хвосты хохлатые, клыки, усы, Кровавые языки, рога и пальцы костяные, Все указует на нее, И все кричат, Мое, 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 сказал Евгений грозно, И шайка вся сокрылась вдруг, Осталась во тьме морозной Молодая дева с ним сам друг, Онегин тихо увлекает Татьяну в угол, И слагает ее на шаткую скамью, И клонит голову свою к ней на плечо, Вдруг Ольга входит, За нею Ленской свет блеснул, Онегин руку замахнул, И дико он очами бродит, И незванных гостей бронит, Татьяна чуть жива лежит, Спор громче, громче, Вдруг Евгений хватает длинный нож, И вмиг повержен Ленской, Страшно тени сгустились, Нестерпимый крик раздался, Хижина шатнулась, И Таня в ужасе проснулась, Глядит уж в комнате светло, В окне сквозь мерзлое стекло Зари багряный луч играет, Дверь отворилась, Ольга к ней, Аврора северной аллеи Легче ласточки влетает, Ну, говорит, скажи ж ты мне, Кого ты видела во сне? Но та сестры, не замечая, В постели с книгой лежит, За листом лист перебирая, И ничего не говорит. Хоть не являла книга эта, Ни сладких вымыслов поэта, Ни мудрых истин, Ни картин, Но ни Вергилий, Ни Росин, Ни Скотт, Ни Байрон, Ни Сенека, Ни даже дамских мод, Журнал, Так никого не занимал. То был, друзья, Мартын Задека, Глава халдейских мудрецов, Гадатель, Толкователь снов. Сие глубокое творенье Завез кочующий купец Однажды к ним в уединение, И для Татьяны, Наконец, Его с разрозненной мальвиной Он уступил за три с полтины, В придачу взяв еще за них Собрание басен площадных, Грамматику, Две Петриады До Мармантеля Третий том. Мартын Задека Стал потом Любимец Тани. Он от рады Во всех печалях Ей дарит И безотлучно С нею спит. Ее тревожит сновидение, Не зная, Как его понять, Мечтание страшного Значенья Татьяна хочет отыскать. Татьяна В оглавлении кратком Находит азбучным порядком Слова Бор, Буря, Ведьма, Ель, Ёж, Мрак, Мосток, Медведь, Метель И прочее. Ее сомнений Мартын Задека Не решит, Но сон зловещий Ей сулит Печальных Много Приключений. Дней Несколько Она потом Все Беспокоилась О том. Но вот Багряною Рукою Заря От утренних Долин Выводит Солнцем За собою Веселый Праздник Именин. С утра Дом Лариных Гостями Весь Полон, Целыми Семьями Соседи Съехались В восках, В кибитках, В бричках И в санях, В передней Толкотня, Тревога, В гостиной Встреча новых Лиц, Лаймосик, Чмоканье Девиц, Шум, Хохот, Давка У порога, Поклоны, Шарканье Гостей, Кормилец Крик И плач Детей. Своей Супругою Дородной Приехал Толстый Пустяков, Гвоздин Хозяин Превосходный Владелец Нищих Мужиков, Скотинина Чета Седая С детьми Всех Возрастов Считая От Тридцати До Двух Годов Уездный Франтик Петушков Мой Брат Двоюродный Буянов В пуху В картузе С козырьком Как вам, конечно, Он знаком И отставной Советник Флянов Тяжелый Сплетник Старый Плут Обжора Взяточник Ишут С семьей Панфила Харликова Приехал И месье Трике Остряк Недавно Из Тамбова В очках И в рыжем Парике Как истинный Француз В кармане Трике Привез Куплет Татьяне На голос Знаемый Детьми Ревей Я Ву Бель Андурми Меж Ветхих Песен Альманаха Был Напечатан Сей Куплет Трике Догадливый Поэт Его на свет Явил Из праха И смело Вместо Бель Нина Поставил Бель Татьяна И вот Из ближнего Посада Созревших Барышень Кумир Уездных Матушек Отрада Приехал Ротный Командир Вошел Ах Новость Да какая Музыка Будет Полковая Полковник Сам ее Послал Какая Радость Будет Бал Девчонки Прыгают Заранее Но Кушать Подали Читой Идут За стол Рука С рукой Теснятся Барышни К Татьяне Мужчины Против И крестясь Толпа Жужжит За стол Садясь На миг Умолкли Разговоры Уста Жуют Со всех сторон Гремят Тарелки И приборы До рюмок Раздается Звон Но вскоре Гости Понемногу Подъемлют Общую Тревогу Никто Не слушает Кричат Смеются Спорят И пищат Вдруг Двери Настеж Ленский Входит И с ним Онегин Ах Творец Кричит Хозяйка Наконец Теснятся Гости Всяк Отводят Приборы Стулья Поскорей Зовут Сажают Сажают Двух Друзей Сажают Прямо Против Тани И утренней Луны Бледней И трепетней Гонимой Лани Она темнеющих Очей Не подымает Пышет Бурно В ней Страстный Жар Ей душно Дурно Она Приветствий Двух Друзей Не слышит Слезы Из очей Хотят уж Капать Уж готовая Бедняжка В обморок Упасть Но воля И рассудка Власть Превозмогли Она Два слова Сквозь зубы Молвила Тишком И усидела За столом Трагенервических Явлений Девичьих Обмороков Слез Давно Терпеть Не мог Евгений Довольно Их он Перенес Чудак Попав На пир Огромный Уж был Сердит Но Девы Томной Заметя Трепетный Порыв С досады Взоры Опустив Надулся Он И негодуя Поклялся Ленского Взбесить И уж Порядком Отомстить Теперь Заранее Торжествуя Он стал Чертить В душе Своей Карикатуры Всех Гостей Конечно Ни один Евгений Сметенье Тани Видеть мог Но Целью Взоров И суждений В то время Жирный был Пирог К несчастью Пересоленный Да вот В бутылке Засмоленной Между Жарким И Бланмонже Цемлянское Несут Уже За ним Строй Рюмок Узких Длинных Подобно Талии Твоей Зизи Кристалл Души Моей Предмет Стихов Моих Невинных Любви Приманчив Стихи 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 Дамы Ужином Петербургской Вальса Вихрь Глазам Мазурка Раздалась Бывало Когда гремел Мазурки Гром В огромной Зале Все дрожало Паркет Трещал Под каблуком Тряслися Дребезжали Рамы Теперь Не то И мы Как дамы Скользим По лаковым Доскам Но в городах По деревням Еще Мазурка Сохранила Первоначальные Красы Припрыжки Каблуки Усы Все те же Их не изменила Лихая мода Наш тиран Недуг Новейших Россиян Буянов Братец Мой Задорный К герою Нашему Подвел Татьяну С Ольгою Проворно Онегин С Ольгою Пошел Ведет Ее Скользя Небрежно И наклонясь Ей Шепчет Нежно Какой-то Пошлый Мадригал И руку Жмет И запылал В ее лице Самолюбивом Румянец Ярче Ленской Мой Все видел Чуть лишь из пеленок Кокетка Ветреный Ребенок Уж хитрость Ведает она Уж изменять Научена Не в силах Ленской Снесть Удара Проказы Женские Клиня Выходит Требует Коня И скачет Пистолетов Пара Две пули Больше Ничего Вдруг Разрешат Судьбу Его Глава Шестая Там Где Дни Облачные Кратки Родится Племя Которому Умирать Не больно Петрарк Заметив Что Владим Раскрылся Онегин Скукой Вновь Гоним Блесольги В дум Погрузился Довольный Мщением Своим За ним Оленька Зевала Глазами Ленского Искала И бесконечный Котельон Ее томил Как тяжкий Сон Но Кончен Он Идут За ужин Постели Стелят Для гостей Ночлег Отводят От сеней До самой Девичьей Всем Нужен Покойный Сон Онегин Мой Один Уехал Спать Домой Все Успокоилось В гостиной Храпит Тяжелый Пустяков Своей тяжелой Половиной Гвоздин Буянов Петушков И Флянов Не совсем Здоровый На стульях Улеглись В столовой А на полу Мсье Трике Фуфайке В старом Колпаке Девицей В комнатах Татьяны И Ольги Все Объяты Сном Одна Печально Под окном Озарена Лучом Дианы Татьяна Бедная Не спит И в поле Темное Глядит Его Счастье Дать Вперед Вперед Моя история Лицо Нас Новое Зовет В пяти Верстах От Красногорья Деревни Ленского Живет И здравствует Еще поныне В философической Пустыне Зарецкой Некогда Буян Картежной Шайки Атаман Глава Повес Трибун Трактирный Теперь же Добрый И простой Отец Семейства Холостой Надежный Друг Помещик Мирный И даже Честный Человек Так Исправляется Наш Век Бывало Льстивый Голос Света В нем Злую Храбрость Выхвалял Он Правда В туз Из Пистолетов В пяти Сажениях Попадал И то Сказать Что и в сражении Раз В настоящем Упоении Он Отличился Смело В грязь С коня Калмыцкого Свалясь Как Зюзе Пьяный И французом Достался В плен Дорогой Залог Новейший Регул Чести Бог Готовый Вновь Предаться Узом Чтоб Каждым Утром Уверив Долг Осушать Бутылки Три Бывало Он Трунил Забавно Или Из-под Тишка Хоть И ему Иные Штуки Не проходили Без науки Хоть Иногда И сам В просак Он попадался Как простак Умел Он весело Поспорить Остро И тупо Отвечать Порой Расчетливо Смолчать Порой Расчетливо Повздорить Друзей Поссорить Молодых И на барьер Поставить Их Или Помириться Их Заставить Дабы Позавтракать Втроем И после Тайно Обесславить Веселой Шуткою Враньем Светалья Темпера Удалость Как сон Любви Другая Жалость Проходит С юностью Живой Как я Сказал Зарецкий Мой Под сень Чуремух И акаций От бурь Укрывшись Наконец Живет Как истинный Мудрец Капусту Садит Как Гораций Разводит Уток И гусей И учит Азбуки Детей Он был Неглуп И мой Евгений Не уважая Сердце В нем Любил И дух Его суждений И здравый Толк О том О сем Он с удовольствием Бывало Видался С ним И так Немало Поутру Не был Удивлен Когда его Увидел Он Тот После первого Привета Прервав Начатый Разговор Онегину Осклабя Взор Вручил Записку От поэта К окну Онегин Подошел И про себя Ее прочел То был Приятный Благородный Короткий Вызов Иль картель Учтиво С ясностью Холодный Звал друга Ленской На дуэль Онегин С первого Прочтения К послу Такого поручения Обратясь Без лишних Слов Сказал Что он Всегда Готов Зарецкий Встал Без объяснений Остаться Доля Не хотел Имея дома Много дел И тотчас Вышел Но Евгений Наедине С своей Душой Был Недоволен Сам Собой И по делам В разборе Строгом На тайный Суд Себя Призвав Он Обвинял Себя Во многом Во-первых Он уж Был Не прав Что Над любовью Робкой Нежной Так Подшутил Вечер Небрежно Во-вторых Пускай Поэт Дурачится Восьмнадцать Лет Оно Простительно Евгений Всем Сердцем Юношу Любя Был Должен Оказать Себя Не мячиком Перед Рассуждений Не пылким Мальчиком Бойцом Но мужем С честью С умом Он мог бы Чувства Обнаружить А не щетинец Как зверь Он должен был Обезоружить Молодое сердце Но теперь Уж поздно Время Улетело К тому же Он мыслит В это дело Вмешался Старый Дуэлист Он зол Он сплетник Он речист Конечно Быть должно Презрение Ценой Его забавных Слов Но шепот Кохотня Глупцов И вот Общественное Мнение Пружина чести Наш кумир И вот На чем Вертится Мир Кипя Враждой Нетерпеливой Ответа Дома Ждет Поэт И вот Сосед Велеречивый Привез Торжественно Ответ Теперь Ревнив Цитота Праздник Он все боялся Чтоб проказник Не отшутился Как-нибудь Уловку Выдумав И грудь Отворотив От пистолета Теперь Сомнения Решены Они На мельницу Должны Приехать Завтра До рассвета Взвести Друг на друга Курок И метить Вляжку Или Ввесок Решась Кокетку Ненавидеть Кипящий Ленский Не хотел Пред Поединком Ольгу Видеть На солнце На часы Смотрел Махнул Рукою Напоследок И Очутился У соседок Он Думал Оленьку Смутить Своим Приездом Поразить Не тут То было Как и прежде На встречу Бедного Певца Прыгнул Оленька С крыльца Подобно Ветреной Надежде Резва Беспечна Весела Но точно Так же Как была Зачем Вечер Так рано Скрылись Был первый Оленькин Вопрос Все Чувства В Ленском Помутились И Молча Он Повесил Нос Исчезла Ревность И досада Пред Этой Ясностью И взгляда Пред Этой Нежной Простотой Пред Этой Резвой Душой Он Смотрит И похвал Молодое Сердце Искушал Чтоб Червь Презренный Ядовитый Точил Лилей Стебелек Чтобы Двухутренний Цветок Увял Еще Полураскрытый Все Это Значило Друзья С Приятелем Стреляюсь Я Когда Б Он Знал Какая Рана Моей Татьяны Сердце Жгла Когда Б Ведала Татьяна Когда Б Знать Она Могла Что Завтра Ленской И Евгений Заспорят О Могильной Сеней Ах Может Быть Ее Любовь Друзей Соединила Вновь Но Этой Страсти И Случайно Еще Никто Не Открывал Онегин Обо Все Молчал Татьяна Изнывала Тайно Одна Бы Няня Знать Могла Да Недогадлива Была Весь Вечер Ленской Был Рассеян То Молчалив То Весел Вновь Но Тот Кто Музою Злелеен Всегда Таков На Хмуря Бровь Садился Он За Клавик Корды И Брал На Них Одни Аккорды То Кольги Взоры Устремив Шептал Неправда Ль Я Счастлив Но Поздно Время Ехать Сжалось В нем Сердце Полное Тоской Прощаясь С Девой Молодой Оно Как будто Разрывалось Она Глядит Ему В лицо Что С Вами Так И На Крыльцо Домой Приехав Пистолеты Он Осмотрел Потом Вложил Опять Их В ящик И Раздетый При свечке Шиллера Открыл Но Мысль Одна Его Объемлет В нем Сердце Грустное Не Дремлет С Неизъясним Мою Красой Он Видит Ольгу Пред Собой Владимир Книгу Закрывает Берет Перо Его Стихи Полны Любовной Чепухи Звучат И Льются Их читает Он Вслух В лирическом Жару Как Дельвик Пьяный На Перу Стихи На случай Сохранились Я их Имею Вот Они Куда Приход Небурный Небурный Сердечный Друг Желанный Друг Приди Приди Я Твой Супруг Так Он Писал Темно И Вяло Что Романтизмом Мы Зовем Хоть Романтизма Тут Немало Не Вижу Я Да Что Нам В Том И Наконец Перед Зарею Склонясь Усталой Головою На Модном Слове Идеал Тихонько Ленской Задремал Но Только Сонным Обаянием Он Позабылся Уж Сосед В Безмолвный Входит Кабинет И Будет Ленского Возванием Пора Вставать Седьмой Уж Час Онегин Верно Ждет Уж Нас Но Ошибался Он Евгений Спал В это Время Мертвым Сном Уже Редеют Ночи Тени И Встречен Веспер Петухом Онегин Спит Себе Глубоко Уж Солнце Катится Высоко И Перелетная Метель Блестит И Вьется Но Постель Еще Евгений Не Покинул Еще Над Ним Летает Сон Вот Наконец Проснулся Он И Пол из Авица Раздвинул Глядит И Видит Что Пора Давно Уж Ехать Со Двора Он Поскори Звонит Вбегает К нему Слуга Француз Гилье Халат И туфли Предлагает И Подает Ему Белье Спешит Онегин Одеваться Слуге Велит Приготовляться С ним Вместе Ехать И С собой Взять Также Ящик Боевой Готовы Санки Беговые Он Сел На Мельницу Летит Римчались Он Слуге Велит Лепажа Стволы Роковые Нести За ним Лошадян Отъехать В поле К двум Дубкам Опершись На плотину Ленской Давно Нетерпеливо Ждал Меж тем Механик Деревенский Зарецкий Жернов Осуждал Идет Онегин С извинением Но где же Молвил С изумлением Зарецкий Где Ваш Секундант В дуэлях Классик Эпидант Любил Методу Он Из чувства И человека Растянуть Он позволял Не как-нибудь Но в строгих Правилах Искусства По всем Преданиям Старины Что похвалять Мы В нем Должны Мой Секундант Сказал Евгений Вот он Мой друг Месье Гийо Я не предвижу Возражений На представление Мое Хоть человек Он неизвестный Но уж Конечно Малый Честный Зарецкий Губы Закусил Онегин Ленского Спросил Что ж Начинать Начнем Пожалуй Сказал Владимир И пошли За мельницу Пока вдали Зарецкий Наш И честный Малый Вступили В важный Договор Враги Стоят Потупив Взор Враги Давно ли Друг от друга Их жажда Крови Отвела Давно ли Они Часы Досуга Трапезу Мысли И дела Делили Дружно Ныне Злобно Врагам Наследственным Подобно Как страшным Непонятным Сням И друг Другу В тишине Готовит Гибель Хладнокровно Не засмеяться Им Пока Не обогрилась Их рука Не разойтиться Ль полюбовно Но Дико Светская Вражда Боится Ложного Стыда Вот Пистолеты Уж блеснули Гремит Ошомпал Молоток В граненый Ствол Уходят Пули И щелкнул В первый раз Курок Вот Порох С струйкой Сероватой На полку Сыплется Зубчатый Надежно Ввинченный Кремень Взведен Еще За ближний Пень Становится Гилье Смущенный Плащи Бросают Два Врага Зарецкий Тридцать Два Шага Отмерил С точностью Отменной Друзей Развел По крайний След И каждый Взял Свой Пистолет Теперь Сходитесь Субтитры На солнце Тух Огонь Опустелом Петь, как он Упрямо Склонив Бодливые Рога Невольно В зеркало Глядиться И узнавать Себя Стыдиться Приятней Если он Друзья Заводит Сдуру Это Я Еще Приятнее В молчании Ему готовить Честный Гроб И тихо Целить В бледный Лоб На благородном Расстоянии Но Отослать Его К отцам Едва Ль приятно Будет Вам Если вашим пистолетом Сражен Приятель Молодой Нескромным Взглядом Или ответом Или безделице Иной Вас Оскорбивший За бутылкой И даже сам В досаде Пылкой Вас Гордо Вызвавший На бой Скажите Вашей душой Какое Чувство Овладеет Когда Недвижим На земле Пред вами Смертью На челе Он Постепенно Костенеет Когда Он Глух И молчалив На ваш Отчаянный Призыв В тоске Сердечных Угрызений Рукой Стиснув Пистолет Глядит На Ленского Евгений Ну что ж Убит Решил Сосед Убит Сим Страшным Восклицанием Сражен Онегин С содроганием Отходит И людей Зовет Зарецкий Бережно Кладет Увял Мокнувшая Лира Гремучий Непрерывный Звон Веках В нем Любовник Молодой Поэт Задумчивый Мечтатель Убит Приятель Рукой Есть Место Влево От селения Где жил Питомец Вдохновения Две сосны Корнами Срослись Под ними Струйки Извелись Ручья Соседственной Долины Там Пахарь Любит Отдыхать И жниться В волны Погружать Приходят Звонкие Кувшины Там У ручья В тени Густой Поставлен Памятник Простой Пред ним Как начинает Капать Весенний Дождь На злак Полей Пастух Плетя Свой Пестрый Лапоть Поет Про Волжских Рыбарей И Горожанка Молодая В деревне Лето Провождая Когда Стремглав Верхом Она Несется По полям Одна Коня Пред ним Остановляет Ременный Повод Натянув И флер От шляпы Отвернув Глазами Беглыми Читает Простую Надпись И Слеза Туманит Нежные Глаза И Шагом Едет В чистом Поле В мечтании Погрузясь Она Душа В ней Долго Поневоле Судьбой Ленского Полна И Мыслит Что-то С Ольгой Стало В ней Сердце Долго Ли Страдало Иль Скоро Слез Прошла Пора И Где Теперь Ее Сестра И Где Ж Беглец Людей Света Красавец Модных Модный Враг Где Этот Пасмурный Чудак Убийца Юного Поэта Со Временем Отчет Я вам Подробно Обо Всем Отдам Но Не Теперь Хоть Я Сердечно Люблю Героя Моего Хоть Возвращусь К нему Конечно Но Мне Теперь Не До Него Литак Суровый Прозе Клонит Литак Шалунью Рифму Гонит И Я Со Вздохом Признаюсь За ней Ленивей Волочусь Перу Старинной Нет Охоты Морать Летучие Листы Другие Хладные Мечты Другие Строгие Заботы И В шуме Света И В тиши Тревожит Сон Моей Души Познал Я Глаз Иных Желаний Познал Я Новую Печаль Для Первых Нет Мне Упований А старой Мне Печали Жаль Мечты Мечты Где Ваша Сладость Где Вечная К ней Рифма Младость Уже Лев Правда Наконец Увял Увял И Венец Уже Лев Прям И В самом Деле Без Эллигических Затей Весна Моих Промчалась Дней Что Я Шутя Твердил До сели И Ей Уже Ль Возврата Нет Уже Ль Мне Скоро Тридцать Лет Так Полдень Мой Настал И Нужно Мне В том Сознаться Вижу Я Но Так И Быть Простимся Дружно О Юность Легкая Моя Благодарю За Наслаждение За Грусть За Милые Мучения За Шум За Бурь За Перы За Все За Все Твои Дары Благодарю Тебя Тобою Среди Тревог И В Тишине Я Насладился И Вполне Довольно С Ясной Душой Упускаюсь Ныне В Новый Путь От Жизни Прошлой Отдохнуть Да Я Глянусь Простите Ж Сеней Где Дни Мои Текли В Луши Исполнены Страстей И Лени И Снов Задумчивой Души А Ты Молодое Вдохновение Волнуй Мое Воображение Дремот И Сердце Оживляй В Мой Угол Чаще Прилетай Не Дай Остыть Душе Поэта Ожесточиться Очерстветь И Наконец Окаменеть В Мертвящем Упоенье Света Всем Омуте Где С вами Я Купаюсь Милые Друзья Глава Глава Седьмая Москва Россия Дочь Любима Где Равную Тебе Сыскать Дмитриев Как Не Любить Родной Москвы Боротынской Гоненье На Москву Что Значит Видеть Свет Где Лучше Где Нас Нет Грибоедов Гонимы Вешними Лучами С Окрестных Гор Уже Снега Сбежали Мутными Ручьями На Потопленные Луга Улыбкой Ясная Природа Сквозь Сон Встречает Утро Года Синее Блещут Небеса Еще Прозрачнее Леса Как будто Пухом Зеленеют Пчела Заданью Полевой Летит Из Кельи Восковой Долины Сохнут И Пестреют Стада Шумят И Соловей Уж Пел В Безмолвии Ночей Как Грустно Мне Твое Явление Весна Весна Пора Любви Какое Томное Волнение В моей Душе В моей Крови С Каким Тяжелым Умилением Я Наслаждаюсь Дуновеньем В лицо Мне Веющей Весны На Лоне Сельской Тишины Или Мне Чуждо Наслажденье И Все Что Радует Живит Все Что Ликует И Блестит Наводит Скуку И Томление На Душу Мертвую Давно И Все Кажется Темно Или Не Радуясь Возврату Погибших Осенью Листов Мы Помним Горькую Трату Внимая Новый Шум Лисов Или С Природой Оживленной Сближаем Думаю Смущенный Мы Увидания Наших Лет Которым Возрождения Нет Быть Может В мысли Нам Приходит Средь Поэтического Сна Иная Старая Весна И Втрепет Сердце Нам Приводит Мечтой О дальней Стороне О чудной Ночи О луне Вот Время Добрые Ленивцы Эпикурейцы Мудрецы Вы Равнодушные Счастливцы Вы Школы Левшина Птенцы Вы Деревенские Приамы И вы Чувствительные Дамы Весна В деревню Вас зовет Пора Тепла Цветов Работ Пора Гуляний Вдохновенных И Соблазнительных Ночей В поля Друзья Скорей Скорей В каретах Тяжко Нагруженных На долгих Или на почтовых Тянитесь Из застав Градских И вы Читатели Благосклонные В своей Коляске Выписной Оставьте Град Неугомонный Где веселились Вы зимой С моей музой Своенравной Пойдемте Слушать Шум Дубравный Над безыменную Рекой В деревне Где Евгений И слышен Бывало Изнывая И легкой Друзей Лишь Лишь Смертной Бледностью Покрылось Ее Печальное Лицо Когда все Вышли На крыльцо И все Прощаясь Суетилась Вокруг Кареты Молодых Татьяна Проводила И Облегчение Два Два сердца Шла 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 И вдруг Перед собою С холма Господской Видит дом Селение Рощу Под холмом И сад Над светлую Рекою Она Глядит И сердце В ней Забилось Чаще И сильней Ее Сомнения Смущают Пойду Ль вперед Пойду Ль назад Его Здесь Нет Меня Не знают Взгляну На дом На этот сад И вот С холма Татьяна Сходит Едва Дыша Кругом Обводит Недоумение Полный взор И Входит На пустынный Двор К ней Лая Кинулись Собаки На крик Испуганные Я Ребят Дворовая Семья Сбежали Шумно Не без драки Мальчишки Разогнали Псов Взяв Барышню Под свой Покров Увидеть Барский Дом Нельзя Ли Спросила Таня Поскорее К Анисье Дети Побежали У ней Ключи Взять От Синей Анисье Тотчас К ней Явилась И дверь Пред Ними Отворилась И Таня Входит В дом Пустой Где Жил Недавно Наш Герой Она Глядит Забытый В зале Ки На бильярде Отдыхал На смятом Конопе Лежал Манежный Хлыстик Таня Дали Старушка Ей А вот Камин Здесь Барин Сиживал Один Здесь С ним Обедовал Зимою Покойный Ленский Наш Сосед Сюда Пожалуйте За мною Вот это Барский Кабинет Здесь Почивал Он Кофе Кушал Приказчик Приказчика Доклады Слушал И Книжку Поутру Читал И Старый Барин Здесь Живал Со Мною Бывало В воскресенье Здесь Под окном Надев Очки Играть Изволил В дурачки Дай бог Душе Его Спасенье А косточкам Его Покой В могиле В мать Земле Сырой Татьяна Взором Умеленным Вокруг Себя На все Глядит И все Ей Кажется Бесценным Все Душу Томную Живит Полумучительной Отрадой И стол С померкшей Лампадой И груда Кник И под окном Кровать Покрытая Ковром И вид В окно Сквозь сумрак Лунный И этот Бледный Полусвет И лорда Байрона Портрет И столбик С куклой Чугунной Под шляпой С пасмурным Челом С руками Сжатыми Крестом Татьяна Долго В келье Модной Как очарованно Стоит Но поздно Ветер Встал Холодный Темно В долине Роща Спит Над отуманенной Рекою Луна Сокрылась За горою И пилигримке Молодой Пора Давно Пора Домой И Таня Скрыв свое Волнение Не без того Чтоб не вздохнуть Пускается В обратный путь Но прежде Просит Позволение Пустынный Замок Навещать Чтоб Книжки Здесь Одной Читать Татьяна С жадную Чтоб не вздохнула Невольно Призрак Чтоб не вздохнула Тоже Гусар Гусар Пыхтин Гостил У нас Уж как он Таню Прельщался Как мелким Бесом Рассыпался Я думал Пойдет Авось Куда И снова Дело Врось Что ж Матушка Зачем же Дело Стало В Москву На ярманку Невест Там слышно Много Праздных Мест Ох Мой отец Доходу Мало Довольно Для одной Зимы Не то уж Дам Хоть я Взаймы Старушка Очень полюбила Совет Разумный И благой Сочлась И тут же Положила В Москву Отправиться Зимой И Таня Слышит Новость Эту На суд Взыскательному Свету Представить Ясные Черты Провинциальной Простоты И запоздалые Наряды И запоздалый Склад речей Московских Франтов И церцей Привлечь Насмешливые Взгляды О страх Нет Лучше И вернее В глуши Лесов Остаться Ей Вставая С первыми Лучами Теперь Она В поля Спешит И умиленными Очами Их озира И говорит Простите Мирные Долины И вы Знакомых Гор Вершины И вы Знакомые Леса Прости Небесная Краса Прости Веселая Природа Меняю Милый Тихий Свет На шум Блистательных Сует Прости И ты Моя Свобода Куда Зачем Стремлюсь И я Что Мне Сулит Судьба Моя Ее Прогулки Для Цидоли Теперь То Холмик То Ручей Останавливают По неволе Татьяну Прелестью Своей Она Как С давними Друзьями С своими Рощами Лугами Еще Беседовать Спешит Но Лето Быстрое Летит Настала Осень Золотая Природа Трепетно Бледна Как Жертва Пышно Убрана Вот Север Тучи Нагоняя Дохнул Завыл И вот Сама Идет Волшебница Зима Пришла Рассыпалась Клаками Повисла На суках Дубов Легла Волнистыми Коврами Среди Полей Вокруг Холмов Брега С недвижную Рекою Сравняла Пухлой Пеленою Блеснул Мороз И рады Мы Проказом Матушке Зимы Не рада Ей Лишь Сердце Тани Не идет Она Зиму Встречать Морозной Пылью Подышать И первым Снегом С кровли Бани Умыть Лицо Плеча И грудь Татьяне Страшен Зимний Путь Отъезда День Давно Просрочен Проходит И последний Срок Посмотрен Вновь Обид Упрочен Забвенью Брошенный Вазок Обоз Обычный Три Кибитки Везут Домашние Пожитки Кастрюльки Стулья Сундуки Варенье В банках Тюфяки Перины Клетки С петухами Горшки Тазы Эцетера Ну много Всякого Добра И вот В избе Между Слугами Поднялся Шум Прощальный Плач Ведут Простите Простите Изменяя Как стих без мысли в песне модной Дорога зимняя глотка. Автомедоны наши бойки, Неутомимы наши тройки, И версты, теша праздный взор, В глазах мелькают, как забор. К несчастью Ларина тащилась, Боясь прогонов дорогих, Не на почтовых, на своих, И наша дева насладилась Дорожной скукою вполне. Семь суток ехали они. Но вот уж близко, Перед ними уж белокаменной Москвы, Как жар крестами золотыми Горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, Когда церквей и колоколин, Садов, чертогов, полукруг Открылся предо мной вдруг, Как часто в горестной разлуке В моей блуждающей судьбе Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке Для сердца русского слилось, Как много в нем отозвалось. Вот окружен в своей дубравой Петровский замок, Мрачно он недавнюю гордится славой, Напрасно ждал Наполеон Последним счастьем упоенной Москвы колено преклоненной. С ключами старого Кремля Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар Она готовила пожар Нетерпеливому герою. Отсели, в думы погружен, Глядел на грозный пламень он. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, не стой, пошел. Уже столпы заставы белеют, Вот уж под Тверской Возок несется через ухабы, Мелькают мимо будки, бабы, Мальчишки, лавки, фонари, Дворцы, сады, монастыри, Бухарцы, сани, огороды, Купцы, лачушки, мужики, Бульвары, башни, казаки, Аптеки, магазины моды, Балконы, львы на воротах И стаи галок на крестах. Всей утомительной прогулки Проходит час-другой, И вот у Харитония в переулке Возок пред домом У ворот остановился. К старой тетке, Четвертый год больной, В чахотке, Они приехали теперь. Им Настя шатворяет дверь В очках в изорванном кафтане, С чулком в руке седой калмык, Встречает их в гостинный крик, Княжны, простертые на диване, Старушки с плачем обнялись И восклицанье полились. Княжна Монанж, Пашет, Алина, Кто б мог подумать, Как давно, Надолго ль, Милая кузина, Садись, Как это мудрено, Ей-богу, Сцена из романа. А это дочь моя, Татьяна. Ах, Таня, Подойди ко мне, Как будто брежу я во сне. Кузина, Помнишь, Грандисона? Как Грандисон? А, Грандисон, Да помню, помню, Где же он? В Москве живет, У Симеона. Меня в сочельник навестил, Недавно сына он женил, А тот, Но после все расскажем. Не правда ли? Все ее родне мы Таню Завтра же покажем. Жаль, Разъезжать нет мочи мне. Едва, Едва таскаю ноги, Но вы замучены с дороги. Пойдемте вместе отдохнуть. Ох, силы нет, Устала грудь. Мне тяжела теперь и радость, Не только грусть. Душа моя, Уж никуда не годна я. Под старость жизнь такая гадость. И тут, совсем утомлена, В слезах раскашлялась она. Больной и ласки, и веселье Татьяну трогают, Но ей нехорошо на новоселье, Привыкшей к горнице своей. Под занавеской у Шелковой Не спится ей в постели новой. И ранний звон колоколов, Предтеча утренних трудов, Ее с постели подымает. Садится Таня у окна, Редеет сумрак, Но она своих полей не различает. Пред нею незнакомый двор, Конюшня, Кухня и забор. И вот по родственным обедам Развозят Таню каждый день, Представить бабушкам и дедам Ее рассеянную лень. Родне прибывшей издалечия Повсюду ласковая встреча И восклицания, И хлеб-соль. Как Таня выросла, Давно ли, Мне кажется, Тебя крестила, А я так на руки брала, А я так за уши драла, А я так пряником кормила, И хором бабушки твердят, Как наши годы-то летят. Но в них не видно перемены, Все в них на старый образец. У тетушки княжны Елены Все тот же тюлевый чипец, Все белится лукерья Львовна, Все тоже лжет Любовь Петровна, Иван Петрович так же глуп, Семен Петрович так же скуп, У Пелагея Николаевны Все тот же друг месье Финмуш, И тот же шпиц, И тот же муж, А он все клубочлен исправный, Все так же смирен, Так же глух, И так же ест и пьет за двух. Их дочки Таню обнимают, Молодые грацы Москвы Сначала молча озирают Татьяну с ног до головы, Ее находят что-то странное, Провинциальное и сжиманное, И что-то бледное и худое, А впрочем очень недурное. Потом, покорствуя природе, Дружатся с ней, К себе ведут, целуют, Нежно руки жмут, Взбивают кудри и по моде, И поверяют нараспев Сердечной тайны, Тайны дев, Чужие и свои победы, Надежды, шалости, мечты. Текут невинные беседы С прекрасной легкой клеветы, Потом, в отплату лепетания, Ее сердечного признания Умильно требуют они. Но Таня, точно как во сне, Их речи слышит без участия, Не понимает ничего, И тайну сердца своего, Заветный клад и слез, и счастье, Хранит безмолвно между тем, И им не делится ни с кем. Татьяна вслушаться желает В беседы, в общий разговор, Но всех в гостиной занимает Такой бессвязный, пошлый вздор, Все в них так бледно, равнодушно, Они клевещут даже скучно. В бесплодной сухости речей, Расспросов, сплетен и вестей, Не вспыхнет мысли в целы сутки, Хоть невзначай, хоть наобум, Не улыбнется тонный ум, Не дрогнет сердце хоть для шутки, И даже глупости смешной В тебе не встретишь, свет пустой. Архивные юноши толпою На Таню чопорно глядят, И про нее между собою Неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный Ее находит идеальной, И, прислонившись у дверей, И легию готовит ей. У скучной тетки Таню Встретя к ней как-то Вяземской подсел, И душу ей занять успел. И близ него ее заметя, Об ней поправив свой парик, Осведомляется старик. Но там, где мельпомены бурной, Протяжней раздается вой, Где машет мантией мишурной, Она предхладной толпой, Где талия тихонько дремлет, И плеском дружеским не днемлет, Где терпсихори Лишь одной девицы-зритель молодой, Что было так же в прежние леты, Во время ваше и мое, Не обратились на нее Ни дам ревнивые лорнеты, Ни трубки модных знатоков, Изложь и кресельных рядов. Ее привозят и в собрание, Там теснота, волнение, жар, Музыки грохот, свечь блистания, Мельканье, вихрь быстрых пар, Красавец легкие уборы, Людьми пестреющие хоры, Невест обширный полукруг, Все чувство поражает вдруг. Здесь кажут франты записные, Своё нахальство, свой жилет И невнимательный лорнет. Сюда гусары отпускные Спешат явиться, прогреметь, Блеснуть, пленить и улететь. У ночи много звезд прелестных, Красавец много на Москве, Но ярче всех подруг небесных Луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею Тревожить лирую моею, Как величавая луна Средь жен и дев блестит одна. С какой гордостью небесной Земли касается она, Как негой грудь её полна, Как томен взор её чудесный. Но полно, полно, перестань, Ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, Голоп, мазурка, вальс. Меж тем, между двух тёток у колонны, Незамечаемо никем, Татьяна смотрит и не видит, Волнение света ненавидит. Ей душно здесь. Она мечтой стремится к жизни полевой, В деревню, к бедным поселянам, Уединённый уголок, Где льётся светлый ручеёк, К своим цветам, к своим романам И в сумрак липовых аллей, Туда, где он являлся ей. Так мысль её далече бродит, Забытый свет и шумный бал. А глаз меж тем с неё не сводит Какой-то важный генерал. Друг другу тётушки мигнули И локтем Таню враз толкнули. И каждая шепнула ей, Взгляни налево поскорей. Налево где? Что там такое? Ну, что бы ни было, гляди. В той кучке, видишь, впереди. Там, где ещё в мундирах двое. Вот отошёл. Вот боком стал. Кто? Толстый этот генерал? Но здесь с победою поздравим Татьяну, милую мою, И в сторону свой путь направим, Чтоб не забыть, о ком пою. Да, кстати, здесь о том два слова. Пою приятеля младого И множество его причуд, Благослови мой долгий труд, О ты, эпическая муза. И верный посох мне вручив, Не дай блуждать мне Вкось и вкриф. Довольно. С плеч долой, абуза. Я классицизму отдал честь. Хоть поздно, А вступление есть. Глава восьмая При кликах лебединых, Близвод сиявших в тишине, Являться муза стала мне. Моя студенческая келья Вдруг озарилась. Муза в ней открыла Пир молодых затей, Воспела детские веселья И славу нашей старины, И сердце трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил, Успех нас первый окрылил, Старик Державин нас заметил И в гроб сходя благословил. И я в закон себе вменяя Страстей единый произвол Столпою чувства разделяя, Я музу резвою привел На шум перов и буйных споров, Грозы полуночных дозоров, И к ним в безумные пиры Она несла свои дары И, как вакханочка, резвилась, За чашей пела для гостей, И молодежь минувших дней За нею буйно волочилась. А я гордился меж друзей, Подругой, ветренной моей. Но я отстал от их союза И вдаль бежал. Она за мной. Как часто ласковая муза Мне услаждала путь немой Волшебством тайного рассказа, Как часто по скалам Кавказа Она ленорой при луне Со мной скакала на коне, Как часто по брегам Тавриды Она меня во мгле ночной Водила слушать шум морской, Немолчный шепот нереиды, Глубокий вечный хор валов, Хвалебный гимн отцу миров. И позабыв столицы дальней И блеск, и шумные пиры, В глуши Молдавии печальной Она смиренные шатры Племен бродящих посещала, И между ними одичала, И позабыла речь богов Для скудных, странных языков, Для песен степи ей любезной. Вдруг изменилось все кругом, И вот она в саду моем Явилась, барышней уездной, С печальной думой в очах, С французской книжкою в руках. И ныне музу я впервые На светский раут привожу, На прелести ее степны С ревнивой робостью гляжу. Сквозь тесный ряд аристократов, Военных франтов, дипломатов И гордых дам она скользит, Вот села тихо и глядит Любой с шумной теснотою, Мельканием платьев и речей, Явлением медленным гостей Перед хозяйкой молодою И темной рамою мужчин В круг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный Олигархических бесед, И холод гордости спокойный, И эта смесь чинов и лет. Но это кто? В толпе избранной Стоит безмолвный и туманный, Для всех он кажется чужим, Мелькают лица перед ним, Как ряд докучных привидений, Что сплин или страждущая спесь В его лице. Зачем он здесь? Кто он таков? Уже ли Евгений? Уже ли он? Так точно, он. Давно ли к нам он занесен? Все тот же ли он? Или усмирился? Или корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом, космополитом, Патриотом, гарольдом, Квакером, ханжой? Или маской щегольнет иной? Или просто будет добрый малый? Как вы, да я, как целый свет? По крайней мере, мой совет Отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Зачем же так неблагосклонно Вы отзываетесь о нем? За то, что мы неугомонно хлопочим, Судим обо всем, Что пылких душ неосторожность, Самолюбивая ничтожность Или оскорбляет, Или смешит, Что ум, любя простор, теснит, Что слишком часто разговоры Принять мы рады за дела, Что глупость, Ветренные зла, Что важным людям важны Вздоры, И что посредственность одна Нам по плечу И не странна. Блажен, кто с молода был молод, Блажен, кто вовремя созрел, Кто постепенно жизни холод С летами вытерпеть умел, Кто странным снам не предавался, Кто черни светской не чуждался, Кто в двадцать лет был франт или хват, А в тридцать выгодно женат, Кто в пятьдесят освободился От частных и других долгов, Кто славы, денег и чинов Спокойно в очередь добился, О ком твердили целый век Энэн, прекрасный человек. Но грустно думать, Что напрасно Была нам молодость дана, Что изменяли ей все частно, Что обманула нас она, Что наши лучшие желания, Что наши свежие мечтания Истлели быстрой чередой, Как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою Одних обедов длинный ряд, Глядеть на жизнь, как на обряд, И вслед за чинную толпою Идти, не разделяя с ней Ни общих мнений, ни страстей. Предметом став суждений шумных Несносно, согласитесь в том, Между людей благоразумных Прослыть притворным чудаком Или печальным сумасбродом, Или сатаническим уродом, Или даже демоном моим. Онегин, вновь займуся им, Убив на поединке друга, Дожив без цели, без трудов До двадцати шести годов, Томясь в бездействии досуга, Без службы, без жены, без дел, Ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, Охота к перемене мест, Весьма мучительное свойство, Немногих добровольный крест. Оставил он свое селение, Лесов и ниф, уединения, Где окровавленная тень Ему являлась каждый день, И начал странствие без цели, Доступный чувству одному, И путешествия ему, Как все на свете, надоели. Он возвратился И попал, как Чацкий, С корабля на бал. Но вот толпа заколебалась, По зале шепот пробежал, К хозяйке дама приближалась, За нею важный генерал. Она была нетороплива, Нехолодна, неговорлива, Без взора наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей, Все тихо, просто было в ней. Она казалась верной снимок, Дукамильфо, Сушков, прости, Не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, Старушки улыбались ей, Мужчины кланялись ниже, Ловили взор ее очей, Девицы проходили тише, Пред ней позали и всех выше, И нос и плечи подымал, Вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной Назвать, но с головы до ног Никто бы в ней найти не мог Того, что модой самовластной В высоком лондонском кругу Зовется вульгар. Не могу, люблю я очень это слово, Но не могу перевести. Оно у нас пока местного, И вряд ли быть ему в чести. Оно погодилось в эпиграмме. Но, обращаясь к нашей даме, Беспечной прелестью мила, Она сидела у стола С блестящей Ниной Воронскою, Тей Клеопатрой у Невы, И верно б согласились вы, Что Нина, мраморной красою, Затмить соседку не могла, Хоть ослепительно была. — Уже ли, — думает Евгений, — Ужель она? — Нет, точно, нет. — Как? Из глуши степных селений? И неотвящивый лорнет Он обращает поминутно На ту, чей вид напомнил Смутно ему забытые черты. — Скажи мне, князь, не знаешь ты, Кто там в малиновом берете С послом испанским говорит? — Князь на Онегина глядит, — Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я. — Так кто ж она? — Жена моя. — Так ты женат? Не знал я ранее. — Давно ли? — Около двух лет. — На ком? — На Лариной. — Татьяне? — Ты ей знаком? — Я им сосед. — О, так пойдем же. Князь подходит к своей жене И ей подводит родню и друга своего. — Ага. — Княгиня смотрит на него. — И что ей душу не смутило? Как сильно не была она удивлена, поражена, Но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон, Был так же тих ее поклон. Ей-ей, не то чтоб содрогнулась, Иль стала вдруг бледна, красна, У ней и бровь не шевельнулась, Не сжала даже губ она. Хоть он глядел нельзя прилежней, Но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести. И с ней речь хотел он завести и... И не мог. Она спросила, давно ли он здесь, Откуда он, И не из их ли уж сторон. Потом к супругу обратила усталый взгляд, Скользнула вон, И недвижим остался он. Ужель та самая Татьяна, Которой он наедине В начале нашего романа В глухой, далекой стороне В благом пылу норовоучения Читал когда-то наставление, Та, от которой он хранит письмо, Где сердце говорит, Где все наружи, все на воле, Та девочка, Или это сон? Та девочка, которой он Пренебрегал в смиренной доле, Уже ли с ним сейчас была Так равнодушна, Так смела? Он оставляет Раут тесный, Домой задумчив едет он, Мечтой то грустной, То прелестной, Его встревожен поздний сон. Проснулся он, Ему приносят письмо, Князь Энн покорно просит его На вечер, Боже, К ней, О, буду, Буду и скорей, Морает он ответ учтивый, Что с ним, В каком он странном сне, Что шевельнулось в глубине Души холодной и ленивой, Досада, Суетность Иль вновь забота юности, Любовь? Онегин вновь часы считает, Вновь не дождаться дню конца, Но десять бьет, Он выезжает, Он полетел, Он у крыльца, Он с трепетом К княгине входит, Татьяну он одну находит, И вместе Несколько минут Они сидят, Слова не идут Из уст Онегина Угрюмой, Неловкой Он едва-едва Ей отвечает, Голова его полна Упрямой думой, Упрямо смотрит он, Она сидит Покойно И вольна. Приходит муж, Он прерывает Сей неприятный Тет-а-тет, С Онегином Он вспоминает Проказы, Шутки прежних лет, Они смеются, Входят гости, Вот крупной солью Светской злости Стал оживляться Разговор Перед хозяйкой Легкий вздор Сверкал Без глупого Жеманства И прерывал Его меж тем Разумный толк Без пошлых тем, Без вечных истин, Без педанства И не пугал Ничьих ушей Свободной Живостью своей. Тут был, Однако, Цвет Столицы И знати, Моды, Образцы, Везде встречаемые Лица, Необходимые Глупцы. Тут были Дамы пожилые В чепцах И в розах С виду злые. Тут было Несколько девиц Не улыбающихся лиц. Тут был Посланник, Говоривший О государственных Делах. Тут был В душистых Сетенах Старик, По-старому Шутивший Отменно Тонко И умно, Что нынче Несколько Смешно. Тут был На эпиграммы Паткой, На все Сердитый Господин, На чай Хозяйской Слишком Сладкой, На плоскость Дам, На тон Мужчин, На толки Про роман Туманный, На вензель Двум сестрицам Данные На лож Журналов На войну, На снег И на свою Жену. Тут был Проласов, Заслуживший Известность, Низостью Души Во всех Альбомах Притупивший Сампре Твои Карандаши. В дверях Другой Диктатор Бальный Стоял Картинкой Журнальной Румян, Как вербный Херувим, Затянут Нем И Недвежим, И путешественник Залетный Перекрахмаленный Нахал В гостях Улыбку Возбуждал Своей Осанкою Заботный И Молча Обмененный Взор Ему Был Общий Приговор. Но Мой Онегин Вечер Целый Татьяной Занят Был Одной Ни Этой Девочке Несмелой Влюбленной Бедной Простой Но Равнодушною Княгиней Но Неприступною Богиней Роскошной Царственной Невы О, люди Все похожи Вы на Прародительницу Еву Что вам Дано То не Влечет Вас Непрестанно Змий Зовет К себе К таинственному Древу Запретный Плод вам Подавай А без Того вам Рай Не Рай Как Сним и бесплодный на повороте наших лет. Печален страсти мертвый след. Так бури осени холодной в болото обращают лук и обнажают лес вокруг. Сомнений нет, увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблен. В тоске любовных помышлений и день и ночь проводит он, ума невнемля строгим пением к ее крыльцу стеклянным сеням. Он подъезжает каждый день, за ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет буа пушистый на плечо, или коснется горячо ее руки, или раздвинет пред нею пестрый полк ливрей, или платок подымет ей. Она его не замечает, как он, не бейся, хоть умри, свободно дома принимает. В гостях с ним молвит слово три, порой одним поклоном встретит, порой вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет, его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает. Ей или не видно, или не жаль, Онегин сохнет, едва ль уж не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его к водам. А он не едет, он заранее писать, ко прадедам готов о скорой встрече. А Татьяне и дела нет, их пол таков. А он упрям, отстать не хочет, еще надеется, хлопочет. Смелей здорового, больной, княгине, слабой рукой, он пишет страстное послание. Хоть толку мало вообще, он в письмах видел не вообще, но знать сердечное страдание уже пришло ему не в мочь. Вот вам письмо его, точь-в-точь. Письмо Онегина Татьяне. Предвижу все. Вас оскорбит печальные тайны объяснений. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою, какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретил. Вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел. Привычки милой не дал ходу. Свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленской пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой! Как я ошибся! Как наказан! Нет! Поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство. Пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство! И я лишен того. Для вас тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен. Но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор затеи и хитрости презренной, и слышу гневный ваш укор. Когда бы вы знали, как ужасно томиться, жаждаю любви, пылать и разумом всечасно смирять в волнение, в крови, желать обнять у вас колени и зарыдав у ваших ног излить мольбы, признания, пени, все, все, что выразить бы мог, а между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли. Все решено. Я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ответа нет. Он вновь послал второму, третьему письму ответа нет. В одно собрание он едет, лишь вошел ему, она навстречу. Как сурово! Его не видит, с ним ни слова. О, как теперь окружена крещенским холодом она! Как удержать негодование! Уста упрямые хотят! В перила негин зоркий взгляд. Где? Где смятение, сострадание? Где пятна слез? Их нет! Их нет! На семь лице лишь гнева след. Да может быть, боязнь и тайны, чтоб муж или свет не угадал, проказы слабости случайной. Всего, что мой онегин знал, надежды нет. Он уезжает, свое безумство проклинает, и в нем глубоко погружен, от света вновь отрекся он. И в молчаливом кабинете ему припомнилась пора, когда жестокая хандра за ним гналася в шумном свете, поймала за ворот, взяла и в темный угол заперла. Стал вновь читать он без разбора, прочел он Гиббана, Руссо, Монзони, Гердера, Шамфора, Мадам де Сталь, Биша, Тиссо, прочел скептического Беля, прочел творения Фонтенеля, прочел из наших кое-кого, не отвергая ничего. И альманахи, и журналы, где поучения нам твердят, где нынче так меня бронят. А где такие мудригалы, себе встречал я иногда. Эль сэмпре бена, господа. И что ж, глаза его читали, но мысли были далеко. Мечты и желания печали теснились в душу глубоко. Он меж печатными строками читал, духовными глазами другие строки. В них-то он был совершенно углублен. То были тайные предания сердечной темной старины, ни с чем не связанные сны, угрозы, толки, предсказания. Иль длинной сказки вздор живой, Иль письма девы молодой. И постепенно высыпление, и чувств, и дум впадает он. А перед ним воображение свой пестрый мечет фараон. То видит он на талом снеге, как будто спящий на ночлеге недвижим. Юноша лежит и слышит голос, что ж убит. То видит он врагов забвенных, клеветников и трусов злых, И рой изменниц молодых, и круг товарищей презренных. То сельский дом, и у окна сидит она. И все она. Он так привык теряться в этом, что чуть с ума не своротил. Или не сделался поэтом. Признаться, тот и подолжил. А точно, силой магнетизма стихов российских механизма Едва в то время не постиг мой бестолковый ученик. Как походил он на поэта, когда в углу сидел один, И перед ним пылал камин, и он мурлыкал «Венедетта» или «Идол мио» и ронял в огонь то туфлю, то журнал. Дни мчались, в воздухе нагретом уж разрешалась зима, И он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Весна живит его. Впервые свои покои запертые, где зимовал он как сурок, Двойные окна, камелек он ясным утром оставляет, Несется вдоль Невы в санях, На синих иссеченных льдах играет солнце, Грязно тает на улицах разрытый снег. Куда по ним свой быстрый бег стремит Онегин? Вы заранее уж угадали. Точно так. Примчался к ней, к своей Татьяне, Мой неисправленный чудак. Идет на мертвеца похожий. Нет ни одной души в прихожей. Он в залу. Дальше. Никого. Дверь отворил он. Что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним одна. Сидит неубранно, бледна. Письмо какое-то читает. И тихо слезы льет рекой, Опершись на руку щекой. О, кто б немых ее страданий Всей быстрый миг не прочитал? Кто прежней Тани, Бедной Тани, Теперь в княгине б не узнал? В тоске безумных сожалений К ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит. И на Онегина Глядит без удивления, Без гнева. Его больной, угасший взор, Молящий вид, немой укор, Ей внятно все. Простая дева С мечтами, Сердцем прежних дней, Теперь опять воскресла в ней. Она его не подымает, И, не сводя с него очей, От жадных уст не отымает Бесчувственные руки своей. О чем теперь ее мечтание? Проходит долгое молчание, И тихо, наконец, она... Довольно. Встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, Когда в саду в аллее нас Судьба свела, И так смиренно урок ваш Выслушала я. Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, Я лучше, кажется, была, И я любила вас. И что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Неправда. Вам была не новость, Смиренной девочки, любовь. И нынче, Боже, Стынет кровь, как только вспомню, Взгляд холодный, Эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час Вы поступили благородно. Вы были правы Передо мной. Я благодарна всей душой. Тогда не правда ли, В пустыне, вдали от суетной молвы, Я вам не нравилась? Что ж ныне Меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому ли, Что в высшем свете Теперь являться я должна, Что я богата и знатна, Что муж в сражениях изувечен, Что нас зато ласкает двор, Не потому ли, Что мой позор Теперь бы всеми был замечен И мог бы в обществе Принесть вам соблазнительную честь? Я плачу. Если вашей Тане Вы не забыли до сих пор, То знайте, Колкость вашей брани, Холодный, строгий разговор, Когда б в моей лишь было власти, Я предпочла б обидной страсти И этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам Тогда имели вы хоть жалость, Хоть уважение к летам, А нынче? Что к моим ногам вас привело? Какая малость, Как с вашим сердцем и умом Вы чувства мелкого рабом? А мне, Онегин, пышность и эта Постылой жизни мишура Мои успехи в вихре света, Мой модный дом и вечера, Что в них? Сейчас отдать я рада Всю эту ветошь, маскарада, Весь этот блеск и шуб и чад За полку книг, за дикой сад, За наше бедное жилище, За те места, где в первый раз Онегин видел я вас, За смиренное кладбище, Где нынче крест и тень ветвей Над бедной нянею моей. А счастье было так возможно, Так близко. Ну, судьба моя уж решена, Неосторожно, быть может, Поступила я. Меня с слезами заклинаний Молила мать, Для бедной Тани Все были жребии равны, Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, Меня оставить. Я знаю, в вашем сердце Есть и гордость, И прямая честь. Я вас люблю. Чему лукавить? Но я другому отдана, Я буду век ему верна. Она ушла. Стоит Евгений, Как будто громом поражен. Какую бурю ощущений Теперь он сердцем погружен. Но шпор, Незапный звон раздался, Ему уж Татьянин показался, И здесь героя моего В минуту злую для него Читатель мы теперь оставим Надолго. Навсегда. За ним довольно мы путем Одним бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно б, не правда ли? Пора. Кто б ни был ты, О, мой читатель, Друг, не друг, Я хочу с тобой расстаться Нынче, как приятель. Прости. Чего бы ты за мной Здесь не искал В страфах небрежных, Воспоминаний или мятежных, Отдохновеньяль от трудов, Живых картин Или острых слов, Или грамматических ошибок. Дай Бог, чтоб в этой книжке Ты для развлечения, Для мечты, Для сердца, Для журнальных шибок, Хотя крупицу мог найти. За сим Расстанемся. Прости. Простишь и ты, Мой спутник странный, И ты, Мой верный идеал, И ты, Живой и постоянный, Хоть малый труд. Я с вами знал Все, что завидно Для поэта. Забвенье жизни В бурях света, Беседу сладкую Друзей. Промчалось много, Много дней С тех пор, Как юная Татьяна И с ней Онегин В смутном сне Явилися Впервые мне. И даль Свободного романа Я сквозь магический кристалл Ищ неясно Различал. Но те, Которым в дружной встрече Я с трофой Первые читал, Иных уж нет, А те далече, Как саде некогда сказал. Без них Онегин дорисован, А та, С которой образован Татьяны Милый идеал. О, много, Много рок отъял! Блажен, Кто праздник жизни рано Оставил, Не допив до дна Бокала полного вина, Кто не дочел ее романа И вдруг умел Расстаться с ним, Как я С Онегиным Моим. С его